Илай, ты нарушил контракт и вступил в сговор с магами. Сегодня я буду представлять семью Хамис, чтобы судить вас. Выходи и умри. Грохочущий звук сопровождался раскатами грома, как будто снизошло божественное наказание. Двое других тоже опустили головы, чтобы посмотреть на этот маленький город. Их взгляды были подобны молнии, а их ауры были подобны цунами. В этот момент было мгновенно активировано защитное заклинание города родословной. Световой экран заблокировал его, но одной только его ауры было достаточно, чтобы разбить световой экран дюйм за дюймом. Даже у чернокнижников не было другого выбора, кроме как опустить головы и больше не осмеливаться смотреть на трех чернокнижников пятого круга. Все еще было бы хорошо, если бы они были на небесном уровне, но если бы они были ниже небесного уровня, им было бы трудно стоять на месте, и их родословные постоянно дрожали бы. На лицах всех появилось отчаяние. Хэм, что за чушь вы, трое старикашек, несете? Это не то место, где ты можешь вести себя жестоко. Внезапно оглушительный звук эхом отозвался у всех в ушах. Они увидели фигуру, вылетевшую из-за их спин в сторону молниеносного питона в небе. В то же время статуя веры на расстоянии излучала величественную силу, которая полностью окутала город родословной, чтобы защитить их. Почувствовав, что давление внезапно исчезло, все посмотрели на фигуру. На нем была алая мантия, которая развивалась на ветру, и по ней струились одежды Меркурия. У него был сложный пояс вокруг талии, а скипетр в его руке излучал слабую временную флуктуацию. Он не принес книгу мага, но за его спиной был даже ослепительный свет веры. В этот момент эта фигура стояла лицом к лицу с трехглавым молниеносным питоном. Это было похоже на то, как смертный сталкивается с богами и буддами в небе. Это было шокирующе. Это сэр Эли. Чернокнижник узнал Эли и закричал. А, это лорд Эли, но сможет ли он победить их? Это невозможно. Я помню, что у него только четвертый круг. Все подняли головы, чтобы посмотреть на Элая. Некоторые были взволнованы, некоторые все еще пребывали в отчаянии, Некоторым было грустно, некоторые злорадствовали, а некоторые горевали. Некоторые люди все еще верили в Элая. Были также люди, которые верили в реальность. Победители было невозможно. В небе три молниеносных питона посмотрели на Элая сверху вниз, как на насекомое. Ты, Элай, разве ты не очень храбрый? Раздался насмешливый голос молниеносного питона в середине. Это называется глупостью. Ха-ха-ха. Тот, что справа, расслабленно улыбнулся. Ты не сбежал. Левая сторона была немного удивлена. Вы, бедные старики, осмелились проникнуть в мир чернокнижников из космоса и израсходовать свою и без того скудную жизненную силу. Почему я не осмеливаюсь встретиться с тобой лицом к лицу? Элли спокойно ответил. Старый. Все трое были ошеломлены. В их глазах появилась вспышка гнева. Эти слова были зажигательными. У них была более сильная боевая мощь и более продолжительная продолжительность жизни, но у них не было другого выбора, кроме как прятаться в открытом космосе, как жалкие черви. Поэтому Элай мгновенно разозлил их троих. Элай. В одно мгновение молниеносный питон в центре издал рев. Затем его тело длиной в 10 тысяч метров покачнулось и устремилось прочь. Ряд воздуха вызвала бурю, и молния обвелась вокруг нее, устремляясь к Элаю. Удар был ужасающим, как будто он хотел разорвать Элая на части. Бесчисленное множество людей наблюдали за этой сценой в оцепенении, их тела инстинктивно испытывали страх. Недалеко отсюда, Элай спокойно достал свой посох. В одно мгновение невидимая временная рябь распространилась в пространстве. Рябь мгновенно распространилась во всех направлениях, с Элей в центре. В одно мгновение рябь пронеслась мимо приближающегося молниеносного питона. Как я могу так медленно менять ход? Нет, время изменилось. Молниеносный питон чувствовал все вокруг и был немного ошеломлен. Однако в следующую секунду он снова показал жестокую улыбку и сказал, временная область очень редка. Однако, можете ли вы противостоять молнии? В следующую секунду молния собралась на его белоснежном роге и нацелилась на Элая. Ослепительный свет даже вызвал появление трещин в пространстве. Закон взрыва также назревал внутри, как будто он хотел напрямую разрушить домены и убить Элая. Бах! Жидкая молния пронеслась по небу, но все были ошеломлены, обнаружив, что скорость этого свечения что-то казалась неправильным. На земле бесчисленное множество людей смотрели на вспышку молнии, которая, казалось, содержала в себе мощную силу. Хотя это было быстро, Элай все еще мог поймать его и легко увернуться от него. Только это, все были ошеломлены. Но в следующую секунду они поняли, что ошибались. Молния пересекла Элая и пересекла временную область. В одно мгновение свет исчез из их глаз. Затем в горах в сотнях километров от нас взорвалась молния длиной в тысячу метров. Бах! Взорвалась ядерная бомба, и все закрыли глаза от боли. Это было только начало. Свет сиял несколько минут, прежде чем погас. Тогда все поняли, что защитный световой экран города уже был изрешечен повреждениями. Под воздействием этой мощной стихийной силы все было повреждено. В этот момент все, наконец, поняли, что означал пятый круг. Нехорошо тогда, мой господин. Все подняли головы, чтобы посмотреть на землю, но в их глазах промелькнула тень тупости. Элай, ты лжец, ты, должно быть, кого-то обманул. В небе, во временной области, молниеносный питон был опутан бесчисленными цепями тени. Каждая цепь была длиной в десятки тысяч метров, и один конец был вставлен в пустоту. Они были обернуты вокруг тела молниеносного питона. В этот момент молниеносный питон ревел, и его белый рог испускал молнии, но тени остановили его. Неподалеку две тени превратились в двух меньших теневых питонов, которые были длиной в тысячи метров. Они пытались помешать им спасти захваченного питона. В этот момент они оба тоже были в ярости. В тот момент, когда взорвался белый свет, рядом с Элайом появилась безграничная тень. Тень не только превратилась в цепь, которая связала питона, но и помешала этим двоим помочь. Эта внезапная перемена потрясла и ужаснула их троих. Это также дало им понять, что враг перед ними определенно был чернокнижником того же уровня, что и они. Даже на эмбриональной стадии он определенно был существом высшего класса. Что касается стадии божественного дерева, у них не было никаких мыслей по этому поводу. Было ли это из-за волны продвижения, которая разразилась 10 лет назад, или из-за того факта, что они сами видели эту стадию? Они понимали, что для Элая было невозможно продвинуться за такой короткий промежуток времени. Это потребовало бы большого количества времени или некоторых чрезвычайно ценных ресурсов. И эти ресурсы, кроме них, были недоступны для других фракций. Элай, я думаю, мы можем поговорить. Пойманный в ловушку молниеносный питон боролся, но обнаружил, что освободиться невозможно. Парень перед ними был сильнее, чем они думали. Не нужно. Элай покачал головой и протянул руку. Копьеттини сгустилась в небе справа. В мгновение ока он распространился на 100 метров, затем на 1000 метров и, наконец, на 10 тысяч метров, испуская ужасающие колебания. Нет. Они трое закричали одновременно. В следующую секунду вылетела Копьеттини. Ах, болезненные вопли мгновенно распространились по всему миру. Все видели только бесчисленные капли крови, дрейфующие и падающие на землю. Каждая капля крови испускала слабые колебания молнии. Даже чернокнижник с одним кругом, возможно, не сможет противостоять этому. Затем они посмотрели на небо. Гигантский молниеносный питон в настоящее время был зафиксирован в небе, и теневое копье длиной 10 000 метров пронзило его насквозь. Он также излучал ужасающую пожирающую силу, и тело питона стало разрушаться со скоростью, видимо невооруженным глазом. Его жизненные силы также были быстро истощены, и он исчез в мгновение ока. После этого молниеносный питон медленно рассеялся. В небе был старый колдун, которого пронзили насквозь. Его плоть прилипла к костям, как скелет, без всякой жизненной силы. Без сомнения, он был мертв. Мертв, бесчисленное множество людей безучастно смотрели на эту сцену. Он умер просто так, как это было возможно. Это был чернокнижник пятого круга. Нет, судя по их недавнему разговору, могло ли быть так, что у лорда Илая тоже был пятый круг? Сэр, у вас действительно есть пять колец? Я знал это. Я знал, что сэр определенно победит. Чушь собачья. Это ты только что плакал. В родословном городе поднялся шум. Бесчисленное множество людей смотрели на Илая в небе, как будто они смотрели на Бога. Неподалеку два молниеносных питона уже были оглушены. Они развернулись и хотели уйти. Пытаешься убежать? Илай взглянул на это. И временная область мгновенно сгладилась и расширилась по отношению к ним двоим. Затем бесчисленные цепи снова обвились вокруг них двоих. Сэр, пожалуйста, пощадите мою жизнь. Мы уходим сейчас. Мы определенно преподадим Азаку урок. Этот младший Азак обманывает нас. Два зародышевых чернокнижника боролись, но когда бесчисленные тени окутали их, сила родословной в их телах быстро иссякла. Двое из них были в отчаянии, и они полетели к Илаю. Не волнуйся. Я не убью тебя. Спокойно, сказал Илай. Их глаза загорелись. Живой чернокнижник пятого круга более ценен, чем мертвый. Я никогда раньше не видел экспериментальный материал такого уровня. Илай улыбнулся, но в их глазах это было похоже на зов дьявола. Отчаяние вспыхнуло в глазах одного человека, в то время как другой выругался. Илай, ты умрешь ужасной смертью. Я советую тебе отпустить нас. В противном случае, когда придет чернокнижник божественного древа нашей семьи, ты определенно умрешь без места погребения. Я предупреждаю тебя. Я предупреждаю тебя. Я предупреждаю тебя. Отпусти нас. Ах, пожалуйста, пожалуйста, не надо. Гулулу. Тень полностью окутала их двоих, но Илай проигнорировал их. Затем он посмотрел на землю и увидел, как свет веры медленно исчезает. Он кивнул земле и полетел обратно в страну Гроссе, как будто он прогуливался в этот момент на земле. Все посмотрели на исчезающее небо, ужасающую молнию, которая все еще пронизывала воздух, ауру пятого круга и грозу, вызванную кровью молниеносного питона неподалеку. Они все еще были в оцепенении. Это вот так просто закончилось. Чернокнижник тупо уставился на чернокнижника рядом с ним. Эээ, кажется, все кончено. Чернокнижник на мгновение замолчал, прежде чем заговорить. Да, все кончено. Колдун кивнул. Он поднял голову и посмотрел на другие районы города. В этот момент город уже очнулся от своего оцепенения. Большинство из них приветствовали и праздновали свое выживание. Были также те, кто выкрикивал имя Илая. Недалеко от статуи Илая также было полно людей, все они благодарили его. Еще дальше. Лилиана глубоко выдохнула и улыбнулась. Ты ублюдок, я знал, что у тебя есть козырная карта в рукаве, но подумать только, что ты мог это сделать, когда ты продвинулся в пятый круг. Это было смешно. Это были три зародышевых чернокнижника. Семья Хамис вот-вот взорвется. Вершина города. Как человек, отвечающий за башню родословной, Алида также поджала губы и вернулась. Ей нужно было немного времени. Это была слишком нелепа ассоциация торговцев с золотой цикадой. Джин Джи сидел на стуле с одиноким выражением лица. Его руки были опущены, а взгляд был вялым, когда он смотрел вдаль, как старик на закате лет. В этот момент большое количество чернокнижников вылетало из павшего плавучего города. Огромные волшебные воздушные корабли постоянно перевозили ресурсы торговой палаты. Все кончено. Цзин Цзи вздохнул, но внезапно, с грохотом, дверь позади него внезапно распахнулась. В комнату поспешно вошла фигура, тяжело дыша. Джин Джи в шоке обернулся и посмотрел на человека, который только что прибыл. Канелла, почему ты вернулась? Удивленно спросил Джин Джи. Милорд, Милорд, мы победили, мы победили. Словно не слыша его, Канелла громко взревел, его глаза наполнились экстазом. Мы победили? Кто победил? В глазах Джин Джи вспыхнул свет. Это сэр Илай. Илай продвинулся к пятому кругу. Он сражался с тремя членами семьи Хами с пятого круга в небе над родословным городом, и все трое из них погибли. Тело Канеллы задрожало, когда он закричал. Цзин Цзи тоже встал. Свет в его глазах полностью восстановился. Сэр, нам не нужно уходить. Канелла плакала от радости. На лице Цзин Цзи появилась улыбка, но он все еще покачал головой и сказал. Нет, тебе все равно придется уйти, но ты можешь оставить половину людей позади. Почему? Спросила Канелла. Цзин Цзи снова вздохнул, его взгляд был отстраненным. Ты думаешь, альянс чернокнижников оставит это без внимания? Отпустит ли это семья Хамис? Клан Хамис был кланом, который обладал силой чернокнижника. Башня родословной столкнется только с еще более ужасающей атакой. Лицо Канеллы тоже потемнело, и он с горечью спросил. Неужели нет другого выхода? Нет. Цзин Цзи покачал головой, но выражение его лица стало свирепым. Он сказал. Однако это не значит, что у нас нет шансов. Союз чернокнижников подавлял различные фракции на протяжении тысячелетий, и теперь эксплуатация ресурсов становится все более серьезной. Возможно, это неплохая возможность. Вам не обязательно идти в центральный регион. Я хочу, чтобы вы отправились в другие регионы и связались со всеми фракциями, которые отвергнуты Альянсом. Цзин Цзи медленно встал и сказал. Пусть они давят на Альянс. Возможно, они смогут все изменить. Не забывай быть быстрым. Глаза Мордора загорелись. Город Канелла. Он был напуган. Как это возможно? Азак тяжело опустился на стул, не понимая, как все развивалось до этого момента. Как Элай мог оказаться в пятом круге? Как мы могли проиграть? Или Азак, дрожа, пробормотал это имя. Хотя он был всего лишь полушаговым чернокнижником пятого круга, он никогда не смотрел или в глаза. В конце концов, они были шестью древними родословными семьями, родословной шестого круга. Однако на этот раз трое чернокнижников пятого круга его клана погибли, что заставило его по-настоящему испугаться. Трое. В этот момент Азак почувствовал, как у него загудела голова. Если бы погибло трое или даже тринадцать чернокнижников пятого круга на полшага вперед, его сердце было бы разбито, но он определенно не был бы таким. Однако смерть трех чернокнижников пятого круга означала, что высококлассная боевая мощь их семьи будет ослаблена как минимум на четверть. Для них это был сокрушительный удар. Не только территория, но и ресурсы. Я боюсь, что мои ограниченные права на высказывания в Альянсе также резко сократятся. Азак подумал о последствиях, и внезапно на его пальцы сверкнуло кольцо. Ты настолько нетерпелив? Лицо Азака потемнело, но он все еще активировал свою родословную и подключился к кольцу. Затем его сознание погрузилось в кольцо. Когда он снова открыл глаза, он уже был в зале заседания Небесного города. Главы других семей смотрели на него сверкающими глазами. Глоток. Горло Азака слегка дернулось. Прошло уже полчаса, когда Азак вернулся. После того, как он вернулся, он спокойно сел на стул и вздохнул. Он пробормотал. Я должен убить Эли и Роланда и пообещать не вторгаться за пределы территории семьи Хамис в течение 300 лет, не захватывать ресурсы и увеличивать вклад в Альянс. Только для того, чтобы уменьшить доход Альянса? Ха-ха. Азак внезапно рассмеялся и стиснул зубы. Кучка стариков. Ты не хотел встречаться с Элаем, поэтому просто позволил нам сделать это. Что моя семья сможет сделать через 300 лет? Можем ли мы воспитать еще трех чернокнижников пятого круга за 300 лет? Конечно, это была просто жалоба. Он очень хорошо знал, что в этот момент у него не было другого выбора. Давай. Сможет ли Элай победить зародышевого и колдуна Божественного Древа? Он мог победить зародышевого чернокнижника, но как насчет чернокнижника Божественного Дерева? Он стиснул зубы. В это время они подтвердили, что колебания десятилетней давности исходили от Элая. После 10 лет продвижения, возможно, настоящий вундеркинд действительно смог бы победить трех человек одного уровня, но победить чернокнижника Божественного Дерева было абсолютно невозможно, потому что они были на совершенно другом уровне. Элай, ты окончательно разгневал благородную семью. Глаза Азака были налиты кровью, и его кровь катилась волнами. На этот раз у семьи Хамис не было выбора, кроме как убить Элая. Если бы Элай не умер, то они были бы теми, кто умрет. Он очень ясно дал понять о действиях Альянса. Южный регион. Морской дракон и патриарх семейства морских акул снова собрались тайно. Они посмотрели друг на друга, а затем одновременно рассмеялись. Потрясающе, это все еще Элай. Этот парень на самом деле человек пятого круга. Он действительно потряс мир одним единственным подвигом. Лицо главы клана морского дракона расплылось в ослепительной улыбке. Хе-хе, действительно, я слишком счастлив видеть, как страдает семья Хамис. Клан морской акулы кивнул. Но наш противник, Альянс Чернокнижников. Боюсь, на этот раз мы окончательно разозлили Альянс Чернокнижников. После того, как он был счастлив, глава клана морского дракона внезапно нахмурился. Действительно, тогда что нам делать? Должны ли мы поддержать Элая? Семья морских акул посмотрела на своего старого друга. Ум. По правде говоря, сказал глава клана морского дракона, поджимая губы. Вчера я получил сообщение от Цзинь-Ци, президента западного региона торговой палаты «Золотая цикада». Он сказал, что связался со всеми основными фракциями и надеется, что все смогут объединить силы, чтобы противостоять союзу чернокнижников. Что ты думаешь? Э, ты тоже получил это? Семья морских акул посмотрела на него с удивлением. Ты тоже? Глава клана морского дракона моргнул. Да. Тогда что ты думаешь? Семья морских акул покачала головой. Я не думаю, что еще время. Мы становимся все слабее и слабее. У нас есть только один шанс. Я чувствую, что башни родословной будет трудно пережить следующую атаку. Я отверг это. Я знаю тебя очень хорошо, так что тебе тоже следовало отказаться от этого. Он посмотрел на другую сторону. Как и ожидалось, клан морского дракона кивнул и сказал. Как и ты, я тоже чувствую, что сейчас неподходящее время. Нам нужен лидер, но я не думаю, что нынешнего Элая достаточно. В конце концов, он всего лишь зародышевый чернокнижник. Да. Вздох. В конце концов, разговор закончился меланхолией. В то же время, глаза главы клана Бога Ветра и Алун из Восточного региона загорелись. Мы примем, если главы других кланов согласятся. Наш клан не вынесет еще одной неудачи. Патриарх Северного региона был еще более решительным. Он не думал, что у родословной башни есть будущее. Когда Цзинь-Цзи получил новость, он выругался. Кучка недальновидных парней. Именно их слабость привела к нынешней силе Альянса. Однако он опустил голову и понял, что перегнул палку. Другие семьи пытались заключить союзы и раньше, но слишком много раз терпели неудачу. Люди, подобные башне родословной, также появлялись раньше, но все они потерпели неудачу. Вот почему они все отвергли эту идею. Не то чтобы они не хотели сопротивляться, но это мужество исчезло так много, так много. В башне магов Элай посмотрел на восьмой и девятый отпечатки Веры, которые появлялись один за другим, и его рот был широко открыт. Казалось, что последствия победы над семьей Хамис были немалыми. Следовало знать, что ему становилось все труднее уплотнять отпечаток своей Веры. Теперь сложность одного отпечатка была сравнима с тремя отпечатками в прошлом. Тем не менее, он все же сжал два из них, что показало, насколько сильным было воздействие на этот раз. В этот момент эти отметины уже простирались от его предплечья до запястья. Это не очень красиво. Элай поднял брови. В следующую секунду метка начала двигаться. В конце концов, это превратилось в отметину из девяти лепестков лотоса на его предплечье, занимающую лишь небольшую площадь. Неплохо, это хорошо. Элай изобразил довольную улыбку. Однако, я боюсь, что впереди все еще будут некоторые проблемы, поэтому я должен как можно скорее прорваться на стадию тысячелистьев. Пока я пробиваюсь на стадию тысячелистьев, союз чернокнижников будет представлять для меня относительно небольшую угрозу. Даже если я не смогу победить их, я определенно смогу легко сбежать. Мне нужно быть сильнее, но прорваться сквозь законы тени – непростая задача. Теперь, когда я прорвался в пятый круг, возможно, я смогу попытаться рассеять черный туман вне закона в тени. Элай сузил глаза и достал закон тени. Все было так же, как и раньше, но разрыв сильно сократился. С тех пор, как я прорвался в пятый круг, почти невозможно создать клона с пятью кольцами, основанного исключительно на силе веры. Однако на изучение новых методов определенно уйдет много времени. Лучше вложить в это силу веры и извлечь закон тени. Это также будет полезно для моего прорыва. Взгляд Элая постепенно стал решительным. Ему нужно было быть сильнее. Более того, это была только одна часть его плана. Ему приходилось использовать другие методы, будь то секретная техника взрывной крови или глаз Меркурия. Он еще не достиг своего предела. Мне нужно время. Элай сконденсировал клона с большой боевой мощью и стоял там. Затем он направился к пространственному заклинанию, расположенному вдалеке. Пространство покрылось рябью, и Элай снова вошел в тайное царство. По сравнению с другими местами, не было никаких сомнений, что это место выиграет ему много времени. Прибыв в знакомое место, Элай немедленно приступил к осуществлению своего плана. Время пролетело незаметно. Элай использовал законы и силу веры, чтобы отменить правила Черного Тумана. В то же время он поддерживал око Меркурия 24 часа в сутки. Это привело к сокращению его продолжительности жизни, но его мастерство также быстро возросло. Также существовала секретная техника взрывной крови. Глаз Меркурия Элли достиг предела пятого круга. В том же году он прорвался на четвертый уровень секретной техники взрывной крови. Во внешнем мире этот месяц был бурным. На поверхности башня Родословная опустела из-за союза чернокнижников. Однако в темноте все основные силы вступили в контакт с башней Родословной. Большинство из них оказали им любую возможную помощь, включая морского дракона, семью морских акул, бога ветра и луна и другие семьи. Хотя эти семьи не планировали ввязываться в этот шторм, на данный момент они все еще дружески обменивались с селаем любезностями. Конечно, это было тайно. Это также означало, что башня Родословной полностью вошла в круг друзей основных сил в этом мире. Мало того, в последнее время у них не все было хорошо. Из-за сопротивления Альянса башни Лича на севере Альянс Чернокнижников обратился с призывом к оружию ко всем кланам, прося предоставить ресурсы, рабочую силу и информацию. Их было огромное количество, за исключением башни Родословной. Это оказало большое давление на семьи, потому что Альянс хотел слишком многого. Что касается того факта, что они не хотели башню Родословной, это был явный признак. Было очевидно, что Альянс намеревался полностью уничтожить башню Родословной. Все подсказки объясняли это, включая изменения в семье Хамис. Вот так, когда различные семьи стиснули зубы и предоставили союзу Чернокнижников большое количество ресурсов, три месяца пролетели в мгновение ока. В мире фрагмента времени прошло более 30 лет. У меня не получилось, но Илай посмотрел вниз на Закон Теней, который потерял три четверти своего Черного Тумана, а также на свой почти пустой Лотос Веры. Он недооценил сложности, переоценил себя. Он все еще потерпел неудачу. Потратив десятилетия, он все еще не мог рассеять Туман вокруг Закона Тени. Более того, сила Веры почти полностью израсходована. Вероятно, потребуются десятилетия, чтобы он медленно восстановился во внешнем мире. Илай поджал губы, однако он не был печален. Даже если его секретная техника взрывной крови не достигла пятого уровня, а его глаз Меркурия не достиг своего пика, он совсем не испытывал сожаления. Потому что, я прорвался к тысяче листьев. Илай улыбнулся. В этот момент на одной из ветвей сбоку от тени его двойного Древа Закона в черный лист с богатой текстурой слегка покачивался в его духовном мире, излучая чрезвычайно концентрированную силу Законов. Верно, когда он отбрасывал Закон Тени, его понимание Закона Тени становилось все сильнее и сильнее. В конце концов, он напрямую прорвался и стал колдуном тысячи листьев. Это был несчастный случай. Илай был очень счастлив. После прорыва на этот уровень теневой лист в его теле был подобен сильно сжатому Закону Тени. Его сила снова возросла по сравнению с предыдущей, и между ним и стадией Божественного Дерева образовался огромный разрыв. В этот момент ему больше не нужно было беспокоиться о предстоящем кризисе. Потому что даже у трех высших семей были только чернокнижники тысячи листьев. Самое большое, что им удавалось, это задержать Илая. Они не смогли убить его. Если бы он захотел сбежать, почти никто не смог бы его остановить. Интересно, пришла бы семья Хамис одна, без поддержки других семей. Это было бы интересно. Илай странно улыбнулся, но он чувствовал, что это вполне возможно. Судя по злым семьям в Альянсе, они могли это сделать. Однако жаль, что мне не удалось извлечь Закону Тени. Я могу только ждать будущего. Илай отбросил правила и решил вернуться на землю Грасси, чтобы посмотреть. Вскоре он вернулся в знакомую башню. Выйдя из заведения, он посмотрел на Хилла и Гидру. Усиленный глаз Меркурия позволил ему видеть еще больше. В этот момент Хилл действительно был в шаге от четвертого круга, и он смог бы продвинуться максимум через три года. С другой стороны, Гидра также извлекла выгоду из этого несчастья, и у нее был потенциал продвинуться в пятый круг. Кто бы мог подумать, что семя, собранное человеческим королевством, сможет продвинуться к четвертому кольцу спустя тысячи лет. Даже Химере с обычным элементарным ядром пришлось бы прорываться к пятому кольцу. Илай вздохнул. По сравнению с людьми, это были те, кто сопровождал его дольше всех. Это неплохо. Илай улыбнулся и вернулся в башню. Он был готов ознакомиться со своей новой силой и посмотреть, сможет ли он сконденсировать еще несколько листов закона. В мгновение ока во внешнем мире прошел месяц. В этот момент Илай сконденсировал еще два листа, один из которых был листом законов времени. Другая сторона больше не была обнажена, но она была немного неуравновешенной, заставляя его чувствовать себя немного неуютно. В то же время, внешний слой мира чернокнижников. Азак посмотрел на космический фрагмент, который наконец открылся, и громко сказал. Патриарх 78го поколения семьи Хамис просит патриарха разрешить нынешнее затруднительное положение семьи Хамис. Хэм, я знаю все неприятности, которые ты причинил за эти дни. Это правда, что я спал всего несколько сотен лет, и это случилось. В его ухе раздался голос. Он резко повернул голову и увидел чернокнижника в белой мантеле, смотрящего на него с мрачным выражением, как будто он был очень зол. Сэр, со мной поступили несправедливо. Азик хотел поспорить. Хорошо, ты должен нести ответственность за то, что произошло. Должность главы семьи будет передана кому-то другому. Чернокнижник в белом взглянул на него и сердито отругал. Азак с трудом кивнул, но не стал опровергать. Это произошло потому, что человек перед ним был его прапрапрадедушкой, единственным источником силы божественного дерева в семье Хамис. Столпом Хамиса, который поддерживал небеса. Хорошо, давайте вернемся в мир чернокнижников. Я хочу посмотреть, какой новоиспеченный зародышевый чернокнижник обладает такой силой. Чернокнижник в белом усмехнулся после того, как отпустил Азака. Да. Азак опустил голову, в его глазах снова вспыхнула ненависть к Илаю Топой. Бесчисленные шаги ступили в западный регион, и Азак сначала с ненавистью посмотрел на обширную землю вдалеке, затем повернул голову, чтобы с улыбкой посмотреть назад. Сэр Анвар – это территория башни родословной. Да. Чернокнижник в белом спокойно кивнул и огляделся. Три зародышевых чернокнижника следовали за ним с обеих сторон, а за ним стояли сотни тысяч чернокнижников из семьи Хамис, включая сотни чернокнижников четвертого круга. Для этой войны семья Хамис решила мобилизовать большую часть своих сил. В конце концов, это время отличалось от прошлого. Если это затянется надолго, для них это будет катастрофой. Поэтому им пришлось быстро решить эту проблему, а затем восстановить силы. Сэр, линия обороны родословной башни должна быть в нескольких десятках километров впереди. Что нам делать? В этот момент подлетел чернокнижник и спросил чернокнижника в белом одеянии Анвара. Немедленно сокрушай его. Сказал он спокойно, его тон был таким расслабленным, как будто они столкнулись с муравьем. Чернокнижники позади него кивнули в знак согласия. Так и должно быть. Когда вышел патриарх семьи Хамис, сюрпризов больше не было. Как только все продолжили отправляться, Анвар внезапно, казалось, что-то увидел. Он внезапно поднял руку, и вспышка молнии мгновенно преодолела десятки километров. Затем вдалеке расцвел взрыв фейерверка. Сэр, это должен быть воздушный корабль башни Рода. Сказал Азак. Интересно. Мы сможем изучить это после войны. Должна быть причина, по которой эта небольшая сила может расти так быстро. Если мы сможем завладеть их технологией, 300 лет потери могут оказаться неплохой вещью. Возможно, это даже станет возможностью для нашей семьи. Анвар сузил глаза. Было сказано, что на врага смотрит свысоко тактически и ценит врага стратегически. Анвар не был исключением. Хотя он смотрел вниз на башню Родословной и бодрствовал всего несколько дней, он знал, что башня Родословной не была силой, которая восстала из-за боевой мощи Илоя. Он был ядром и системой. Каждый аспект имел большое учебное значение. Хорошо. Остальные эльстива рассмеялись. Анвар никак не отреагировал, но его глаза постепенно стали серьезными. Скажи людям позади нас, чтобы поторопились. Сегодня мы собираемся прорвать их первую линию обороны. Да, сэр. Прошло полдня, когда Элай получил известие. Первая линия обороны башни Родословной была прорвана. Элай удивленно посмотрел на Вивику и Алиду. Да, мой господин, сказала Вивика с затаенным страхом. Изначально она была на передовой, но вернулась раньше из-за некоторых вопросов. Кто бы мог подумать, что семья Хамис внезапно нападет, позволив ей избежать катастрофы. На этот раз семья Хамис мобилизовала слишком много силы. У них есть четыре пятых кольца, особенно у одного из чернокнижников в белых одеждах. По мановению его руки более дюжины небожителей на линии обороны погибли, прежде чем смогли отреагировать. Мы проверили информацию. Этот чернокнижник в белом должен быть главой семьи Хамис, Анваром Хамисом. Он могущественный чернокнижник божественного дерева. Алида поджала губы, чувствуя сильное давление. Анвар. Элай тихо пробормотал это имя. Милорд, что нам делать? Обеспокоенно спросила Вивика. Что нам делать? Элай медленно встал и прищурился. Что мы можем сделать? Естественно, мы хотим, чтобы они остались на этой земле. Остаться? Они оба посмотрели на Элая, и их глаза одновременно расширились. Пойдем. Давайте посмотрим, насколько силен этот старик. Элай крикнул вдаль, и с шипением голова Гидры появилась в окне. Его огромные глаза посмотрели на Элая и двух других, прежде чем он опустил голову. В этот момент окно медленно открылось, и Элай подошел к окну. Затем он запрыгнул Гидре на голову и повернулся к ним двоим. Хочешь взглянуть? Да, они посмотрели друг на друга и кивнули. Вскоре Гидра взлетела в небо. Элай стоял на голове в передней части огромной головы. Сильный ветер развивал мантию волшебника Элая. Вивика и Алида стояли с обеих сторон с разными выражениями на лицах. Сэр, мы отправляемся просто так? Спросила Алида. Что еще? Элай взглянул на него. Эй. Алида была немного ошеломлена, и намек на сожаление промелькнул в ее сердце. Это был чернокнижник из божественного дерева. Просто так? Когда он обернулся, он увидел, что Вивика слабо улыбается. Она раскинула руки и почувствовала ветерок в небе, как будто она совсем не волновалась. Уголок рта Алиды дернулся. Даже ты такой спокойный. Однако это показалось разумным, когда он вспомнил, что Вивику, похоже, воспитывал Элай. Хорошо, хорошо, хорошо. Я надеюсь, что все пройдет хорошо. Беспокойство на лице Алиды тоже исчезло, и она начала складывать их. Это не имело значения. В любом случае, сражалась не она. Самые большие, она просто умрет. Вот так просто. После того, как Алида беспокоилась на протяжении всего путешествия, они наконец увидели пункт назначения. Это было расположение второй линии обороны в восточном регионе, на равнинах Скифии. На равнинах стоял огромный город, а за пределами равнин была построена стальная линия обороны. В этот момент в небе парили сотни воздушных кораблей, а земля была заполнена нервничающими чернокнижниками. Напротив них на них смотрели бесчисленные чернокнижники клана Хамис. Эти чернокнижники высокого уровня летели в самом начале, а чернокнижник в белом Анвар летел в самом начале. Похоже, они готовились к атаке. Как раз вовремя, Элай улыбнулся и похлопал Гидру. Просто лети прямо в центр поля боя. Не волнуйся, шипи. Гидра издала виск и снова увеличила скорость. Стремительная скорость и звук привлекли внимание всего поля боя. Бесчисленное множество людей посмотрели вверх. Это сэр Гидра. Нет, это сэр Элай наверху. Чернокнижники башни родословной возбужденно закричали. Нужно было знать, что противник на этот раз был слишком силен. Если бы они начали битву подобным образом, у них определенно не было шансов на победу. Однако теперь, когда их повелитель был здесь, все было по-другому. Вдалеке Анвар тоже поднял глаза. Его взгляд пронзил пространство и встретился с глазами Элая. На его лице появилась улыбка. Ты здесь? Анвар прищурил глаза, как будто разговаривал с Элаем, чтобы убить тебя. Спокойно сказал Элай. Сказав это, он больше не стал терять времени. Древо закона пошло рябью, и лист закона тени закачался без всякого ветра. Затем он начал падать, а затем медленно поплыл вниз, как будто он путешествовал во времени и пространстве и приземлился в руке Элая. По мановению его руки лист поплыл к Анвару. Подойди, дай мне посмотреть. Союз чернокнижников придал тебе смелости, как ты смеешь вести себя здесь так жестоко. Элай посмотрел на Анвара, но выражение его лица стало еще более безразличным. Он посмотрел на него. Это было так, как если бы он смотрел на муравья. В этот момент у Анвара, который стоял неподалеку, было спокойное выражение лица. Однако, когда он увидел лист, в его глазах промелькнул намек на шок, а рот постепенно расширился. Тысяча листьев глаза Анвара расширились. Он больше не мог оставаться спокойным. Этот лист казался обычным, но он дал ему ни с чем не сравнимое чувство опасности, как будто он вот-вот умрет. Хуже всего было то, что он видел этот лист раньше и знал, что это значит. Глоток. Горло Анвара задрожало, и даже его тело начало дрожать. Как это может быть тысяча листьев? Он не мог в это поверить. Как Элай мог быть тысячей листьев? Это вообще не имело смысла. Однако он знал, что сейчас не время думать об этом. Ему нужно было избежать этого бедствия, прежде чем он сможет рассмотреть другие проблемы. В одно мгновение было активировано большое количество родословных и законов. В его родословной мгновенно развернулось дерево цветокрови, и бесчисленные ветви протянулись к его конечностям и костям. Это было основой пятого круга чернокнижника, древо родословной. Венг. Его родословная пошатнулась, и тело Анвара постепенно изменилось. На его теле появилась тонкая чешуя, а глаза превратились в вертикальные зрачки. Его тело постепенно увеличивалось, и его родословная постепенно менялась. В мгновение ока в небе появился молниеносный питон длиной в 10 тысяч метров и с ревом бросился на Элая. На земле бесчисленные чернокнижники семьи Хамис были чрезвычайно взволнованы. Мой господин превратился в родословную. Ты собираешься убить Элая здесь? Так и должно быть. Элая мертв. Все кончено. Чернокнижники посмотрели на небо и увидели, что тело молниеносного питона постепенно становится кроваво-красным. Кроваво-красная молния сконденсировалась на его белоснежном роге. При виде этого глаза небесных чернокнижников и выше замерцали. Возможно ли это? Дарин начал сжигать свою родословную. Это подделка? Чем еще могла быть эта кровавая аура, кроме как с сжиганием его родословной? Но было ли это необходимо? Неподалеку трое чернокнижников зародышей также были ошеломлены, как будто они не понимали, что произошло. Они никогда раньше не видели Анвара таким. В небе. Элай, ты лгал всем. Анвар сделал громкий выговор. Неподалеку Элай все еще был спокоен и мягко махал рукой. В этот момент лист закона тени, который летел в воздухе, внезапно изменился. Он постепенно увеличивался и превратился в огромный лист шириной в 10 тысяч метров. Он появился над питоном. Что это? Бесчисленное множество людей подняли головы, чтобы посмотреть на это внезапное изменение, и их взгляды изменились. Глаза трех зародышевых чернокнижников замерцали. Только сейчас они почувствовали заключенную в них силу. Эта сила намного превосходила их, даже сэра Анвара. Глаза Азака задрожали, и он молча отступил на несколько шагов назад. Даже не думая об этом, Элай. В небе молниеносный питон, в которого превратился Анвар, был окутан кровавой аурой. Разряд молнии был полностью активирован и полетел прямо к огромному листу закона в небе. Подавлять, Элай все еще был спокоен. Лист медленно упал. Бах! Молния столкнулась с листом закона. В одно мгновение молния была поглощена тенью. Только тень колебалась. Кроме этого, других изменений не произошло. Как это возможно? Анвар взревел с расширенными вертикальными зрачками. Когда он смотрел на лист закона, который становился все ближе и ближе, он был потрясен и напуган. Даже не думая об этом, он немедленно развернулся и собирался улететь вдаль. Чернокнижники на земле ахнули, когда увидели эту сцену. Чернокнижник тысячи листьев Анвар действительно пытался сбежать. В мгновение ока Анвар отлетел на 10 000 метров, но лист закона не отпустил его. Оно все еще было в воздухе над ним, а затем надавило на него. Бах! Тень была похожа на гигантскую руку, которая накрыла питона, а затем упала на землю. Все услышали только чрезвычайно трагический вопль, за которым последовала дрожь земли. Сердца бесчисленных чернокнижников бешено колотились, когда они смотрели на 10 000 травы кратер вдалеке. На него давил лист тени, и голова гигантского молниеносного питона тряслась, как у мертвой змеи, но он уже расстался с жизнью. Мертв. Лидер семьи Хамис умер просто так, война закончилась вот так просто. Даже чернокнижники башни родословной, которые твердо верили в Илая, были ошеломлены. Главное заключалось в том, что сцена перед ними была за пределами их понимания. Чернокнижники семьи Хамис, находившиеся дальше, хранили гробовое молчание. Тысяча листьев. Дрожащим голосом сказали несколько зародышевых чернокнижников. Теперь они, наконец, знали, чего боялся их учитель. Их врагом Эли был не чернокнижник-зародыш, а могущественный чернокнижник-тысяча листьев. Небожители посмотрели друг на друга так, как будто говорили, что все не должно было так развиваться. Но, несмотря ни на что, они понимали, что эта война может закончиться на этом. В конце концов, это было очевидно по реакции трех зародышевых чернокнижников перед ними. Три патриарха, вероятно, были не в настроении сражаться с Элаем. Они уже были напуганы до полусмерти. На расстоянии глаза Алиды расширились, когда она посмотрела на Элая. Ее глаза мерцали. Было очевидно, что это не то, чего она ожидала. Он умер просто так? Она была немного ошеломлена. Она не могла поверить, что лидер семьи высшего рода умрет так быстро. С другой стороны, Вивика была намного спокойнее. Она даже спросила Элая, брат Элай, что нам делать с оставшимися пятью кольцами и таким количеством чернокнижников? Не беспокойся. Элай улыбнулся, и древо закона снова затряслось. Появился лист закона времени, и окружающее пространство замерцало. Время, казалось, сильно изменилось. На этот раз это был атрибут времени. Он бросил это. Лист закона полетел в противоположном направлении. Его целью были зародышевые чернокнижники на расстоянии. Когда они увидели летящий к ним лист закона, они были потрясены и немедленно убежали вдаль. Лист погнался за ними, они бежали, им некуда было бежать. Невидимая сила времени окутала немногих из них, и те немногие из них, кто летал, быстро старели. Их кожа начала ослабевать, а глаза постепенно теряли свой свет. В конце концов, они превратились в белые кости и упали на землю. Увидев изменения в выражениях их лиц, небожители, которые готовились воспользоваться возможностью сбежать, также остановились. На земле листья закона тени превратились в теневую волну высотой в сотни метров, которая полетела в сторону армии чернокнижников. После волны все чернокнижники были опутаны теневыми змеями и упали на землю. Вот так, в мгновение ока, армия семьи Хамис была полностью уничтожена. Тем временем Илай приказал Гидре лететь вперед и прибыть к небожителю. Однако он не обращал внимания на других чернокнижников и смотрел только на спину. Многие чернокнижники тактично расступились перед ним, открывая человека сзади. Илай посмотрел на мужчину с улыбкой в глазах и кивнул. Лорд Азак, глава семьи Хамис, прошло много времени с тех пор, как мы встречались. Азак посмотрел на Илая, и его тело рухнуло на землю. Глядя на Илая, его лицо было бледным, и он сказал несчастным голосом. Илай, на этот раз я признаю поражение. Ты победил так вот как это бывает. Глядя на распростертое перед ним тело Азака, Илая осенило. Он уже покинул линию фронта и вернулся на землю Грасси. Он также выполнил поиск души на Азаке и, наконец, понял, почему этот парень был одержимым. Так это было из-за башни серого волшебника. Азак был прав. Единственной неприятностью было то, что он недооценил силу Илая. В конце концов, он совершал ошибку шаг за шагом. Вначале он привлек к делу нескольких зародышевых чернокнижников, но в конце концов он привлек к делу предка и всю семью. Он уничтожил свою собственную семью собственной силой. Он действительно обладал великой мудростью. Но поскольку руины восточного региона действительно могут быть связаны с Диланом, похоже, что я должен начать планировать башню волшебников. Поскольку семья Хамис может находить подсказки, неизбежно, что другие семьи также найдут их. Основываясь на том, что случилось с Азаком, Эли подумала большим. Забудь об этом, я подожду некоторое время. Но, подумав некоторое время, Илай решил пока сдаться. Уничтожение высококлассной боевой мощи семьи Хамис оказало огромное влияние на башню родословной, союз чернокнижников и даже на весь мир. Следующий период времени определенно не будет мирным. Смутные времена. Он просто хотел развиваться должным образом. Почему, почему к нему всегда приходили самые разные вещи? Илай был чрезвычайно меланхоличен. Однако, было много печальных вещей, но были и сюрпризы. Собрание первоклассной семьи. Илай потер ладони. Он с нетерпением ждал этого. В это время армия башни родословной уже пересекла границу и вошла в семью Хамис. Многие небесные маги даже прошли маршем прямо в город Хамис, готовясь разрушить этот древний город. Я надеюсь, что все пройдет гладко. Илай тихо очистил тело Азака и направился к формированию заклинания. Войдите и активируйте. Он снова вошел в мир фрагмента времени. На этот раз Илай прошел дальше и, наконец, остановился на 200-кратном временном потоке. Это все из-за его предыдущего продвижения. Пока Илай медитировал, армия башни рода также быстро вошла на территорию семьи Хамис. Бесчисленные небожители выступали в качестве авангарда для грабежа, в то время как бесчисленные чернокнижники неуклонно оккупировали территорию центрального региона. Это было потому, что территория семьи Хамис была слишком большой, почти такой же, как западный регион. Хотя окружающие районы не были напрямую связаны с семьями Союза Чернокнижников, можно представить, что, когда семья Хамис была уничтожена, все силы получили известие и начали пожирать землю. Или, естественно, не надеялся занять их все. Ему просто нужно было уничтожить большинство из них. Что касается других мест, им пришлось бы грабить ресурсы. Это также было причиной, по которой небожители действовали первыми. Алида отвечала за все это, что вызывало у него головную боль. К счастью, различные фракции все еще были в шоке и не осмеливались действовать опрометчиво. Это сделало их работу намного более плавной. В этот момент, восточный регион. Морской дракон и патриарх морской акулы посмотрели друг на друга. Хе-хе, похоже, мы недооценили сыра Илая. Лидер морского дракона неловко сказал, он непреднамеренно изменил обращение к Илаю с маленького друга на сэр. Это верно. Кто бы мог подумать, что сэр Илай был чернокнижником тысячи листьев. Кажется, что тот, кто был 10 лет назад, не был им. Напротив, он, возможно, уже продвинулся до пятого круга, но он притворялся четвертым кругом. Неудивительно, что он всегда был в стороне от мира. Патриарх морская акула кивнул в знак согласия. Да, глава клана морского дракона тоже был в оцепенении. Кто бы мог подумать, что Илай на самом деле был чернокнижником тысячи листьев. Даже три лучшие семьи союза чернокнижников были только на этом уровне. Это означало, что даже союз чернокнижников не посмел бы недооценивать его, не говоря уже о том, что семья Хамис исчезла. Однако, чтобы древняя семья исчезла просто так, и при том одна из шести великих семей союза чернокнижников, действительно кажется, что прошла целая жизнь. Это как будто огромная гора внезапно исчезла. Фух. Они оба одновременно глубоко вздохнули, как будто сильно расслабились. Несколько секунд спустя глава клана морского дракона посмотрел на морскую акулу и сказал. Патриарх морская акула, ты помнишь сообщение, которое мы отвергли в прошлый раз? Ты имеешь в виду патриарх морской акулы сузил глаза. Глава клана морского дракона кивнул в знак согласия. Хорошо. Патриарх морская акула, казалось, что-то понял. Они улыбнулись в молчаливом понимании. Альянс. В восточном регионе глава клана бога ветра Ялун медленно прочитал эти слова. После того, как семья Хамис была уничтожена или стал лидером, у него были и сила, и престиж. Если бы он мог заключить союз, это была бы возможность, выпадающая раз в тысячелетие. Это была первая мысль, которая пришла ему в голову после пережитого шока. Более того, Илай собирается встретиться лицом к лицу со всем союзом чернокнижников. С нашей помощью башни родословной будет намного легче, и мы сможем избавиться от огромной горы союза чернокнижников. У них не было выбора. Они слишком долго ждали этого дня. Мы будем свободны от моря страданий, и Илай станет нашим новым король. Он поджал губы, и в его глазах горело пламя. В то же время у бесчисленных фракций была одна и та же мысль. Все они дрожали от возбуждения. Что касается причины, то она была связана с неудачной операцией Джин-Джи. Жаль, что время не пришло, но сейчас время было как раз подходящим. Это было правильное время, правильное место и правильные люди. В отличие от этих глав семей, мир обычных чернокнижников был совершенно другим. В этот момент они все еще были погружены в шок от этого факта и долгое время не могли понять его. Древняя родословная семья исчезла вот так же от рук Илая. Люди, которые были угнетены союзом чернокнижников, были взволнованы, в то время как семьи, подчинявшиеся союзу чернокнижников, были в ужасе. Потому что в их глазах шесть семей были небесами, высокими и могущественными, но сегодня небеса были разрушены. Итак, шесть семей также будут уничтожены. Всего за день эта новость распространилась по всему континенту. Что касается имени Эли, оно также распространилось. Первоначально только часть людей в западных и центральных регионах знала имя Эли, но через день 95% чернокнижников уже знали это имя. Бесчисленная сила веры собралась вокруг Илая. Мир фрагментов времени. Рот Эли был широко открыт, когда он наблюдал, как девятелесный цветок лотоса на его запястье, который изначально был пуст, заполняется со скоростью, видимо невооруженным глазом. Всего за полчаса один лист лотоса был заполнен. Не слишком ли это быстро? Илая охнул, чувствуя, что это было только начало. Три дня спустя Илая опустил голову и посмотрел на свое запястье. В этот момент цветок лотоса на его запястье уже распался на 18 лепестков, и каждый лепесток был заполнен, излучая слабый золотистый свет. Он был не только наполнен силой веры, которая была лишена законов черного тумана, но и содержал 11 новых лепестков. Учитывая, что каждый лепесток был сложнее предыдущего, можно представить, как трудно было обрести силу веры на этот раз. Однако просто иметь больше людей было бы недостаточно. Похоже, что чернокнижники на Центральном континенте подвергаются преследованиям со стороны Союза Чернокнижников. Илай вздохнул. Это напомнило ему высказывание из его прошлой жизни, и мир страдал долгое время. Семьи чернокнижников также долгое время страдали от Союза Чернокнижников. Но это не мое дело. Однако Илай не придал этому большого значения. Это было потому, что Алида только что отправила ему сообщение о том, что доходы семьи Хамя были распределены. Время собирать урожай, как и в прошлом, здесь были горы ресурсов. Однако на этот раз большая часть ресурсов находилась за пределами третьего круга, за исключением типа знаний. Сэр, вот ресурсы, которые мы собрали на этот раз. С уважением сказала Алида. Да. Есть ли что-нибудь еще? Илай кивнул. Ему не терпелось оценить эти ресурсы. Однако он также понимал, что было кое-что еще, что Алида должна была сделать, поскольку она пришла лично. Да, есть еще две вещи. Алида кивнула. Тогда давай сначала поговорим в комнате. Илай взмахнул рукой, и все ресурсы были сметены тенью. Затем он направился к башне магов. Алида взглянула и быстро последовала за ним. Вскоре они вдвоем пришли в комнату и сели. Расскажи мне, попросил Илай. Алида начала говорить. Сэр, текущая ситуация такова. Наша армия уже заняла две трети территории клана Хамис, в то время как другая треть разделена между кланами Альянса Чернокнижников. Они пока не предприняли никаких дальнейших шагов. Конечно, я здесь не для того, чтобы говорить об этом, а о письмах от различных фракций Центрального материка. Письмо от другой фракции. Что они делали? Илай не перебивал Алду и продолжал слушать. Сюда входят семьи морских драконов и акул Южного региона, семья Бога Ветра Северного региона и различные небольшие семьи Северного региона. Эти семьи отправили письма почти в одно и то же время, и содержание писем было на удивление последовательным. О, Илай сузил глаза. Сэр, они надеются, что вы сможете проложить путь и сформировать союз. Они также готовы присоединиться к вам и вместе продвигаться вперед и отступать, а также помогать вам сражаться против Альянса Чернокнижников, сказала Алида, сделав глубокий вдох. Заключаем союз. Брови Илая нахмурились, когда он быстро подумал об этом. Через несколько минут он поднял глаза на Алиду и медленно произнес. Это предложение нехорошо. Милорд хочет отказаться от этого, да. Илай кивнул. Совместная борьба с Альянсом Чернокнижников, естественно, была хорошей вещью, но было бы неприятно, если бы ему пришлось взять на себя инициативу. В конце концов, в большинстве историй у лидеров не было хорошего конца. Илай не хотел быть вовлеченным в такое хлопотное дело. Нет. Но на этот раз Илай покачал головой. Алида. Илай поднял глаза и сказал. Естественно, союз должен быть создан. А. Рот Алиды был широко открыт. Почему он снова передумал? Но я не тот, кто собирается это устанавливать. Это ты. Илай указал на Алиду. Я. Алида была еще более смущена, когда указала на себя. Да. Илай кивнул. Я всего лишь почетный мастер башни родословной. У меня нет на это полномочий. Это то, что ты истинный мастер башни родословной, должен сделать. Ты согласна, Алида? Алида потеряла дар речи. Сэр, вы хотите услышать, что вы говорите? Если у тебя нет права, тогда что я здесь делаю? Сэр, не слишком ли очевидно, что вы хотите переложить ответственность? Ты совсем этого не скрываешь? Тогда решено. Я оставляю это дело тебе. Ты хорош в управлении силами. Илай улыбнулся ей, как будто возлагал на нее большие надежды. Уголок рта Алиды дернулся. В конце концов, она кивнула и с трудом произнесла. Хорошо. Что еще она могла сделать? Есть что-нибудь еще? Эли спросил снова. В этот момент Алида все еще была погружена в замешательство от того, что стала лидером Альянса. Слова Элая вернули ее к реальности. Она кашлянула и сказала. Есть еще кое-что. Это все еще письмо, но оно от союза чернокнижников. Что ты имеешь в виду? Спросил Элай. Сэр, я этого еще не видел. Алида покачала головой, затем достала письмо и протянула его Элаю. Взяв письмо, Элай разорвал его и прочел. Несколько секунд спустя он удивленно прищелкнул языком. Сэр, что сказал Альянс чернокнижников? С любопытством спросила Алида. Они пригласили меня в Небесный город. Они сказали, что хотят, чтобы мы присоединились к Альянсу чернокнижников. Они даже были готовы отдать нам все акции семьи Хамис и компенсировать нам. Элай закончил. Ах, мой господин, ты не должен идти в Небесный город. Это явно их заговор. Алида встала и попыталась отговорить его. Сядь. Ты думаешь, я такой безрассудный человек? Элай улыбнулся. Услышав это, Алида Силай сильно расслабилась. Действительно, по ее впечатлению, Элай все еще был очень осторожен. Однако в этот момент Элай опустил голову и снова посмотрел на письмо. Его глаза слегка сузились. Он не стал бы наивно верить содержанию письма. В конце концов, согласно текущей ситуации, они представляли угрозу для Альянса чернокнижников. В глазах Альянса чернокнижников они представляли даже большую угрозу, чем Башня Лича. Они были целями, которые нужно было устранить. Произошел непримиримый конфликт. Они были врагами. Конечно, он отправился бы в Небесный город, но не сейчас. Вскоре Алида ушла и начала разбираться с Альянсом. Искра уже начала разгораться, и пламя, охватившее весь континент, яростно пылало. После нескольких часов упорядочивания, Элай также закончил упорядочивать свои приобретения. В Башне Волшебника, Элай посмотрел вниз на пять предметов в своих руках. Книга Волшебника, два кристалла, один белый, один зеленый, и бутылка с зеленой жидкостью, текущей внутри. Книга Волшебника была записной книжкой Мага Пятого Круга. Хотя это было обычным делом, это была своевременная помощь Элайу. В конце концов, с тех пор как он продвинулся, он полагался на информацию из прошлого. Некоторые детали были неясны, но появление этой книги о магах компенсировало это. Овладение содержимым внутри позволило бы Элайу лучше понимать свою собственную силу. Что касается двух кристаллов, белый назывался прилив морской души. Это могло быть сформировано только путем сгущения бесчисленных мертвых душ в турбулентности времени и пространства, а затем их сгущение на 10 тысяч лет под воздействием силы времени и пространства. Это могло бы значительно повысить степень духовной силы. Конечно, для него это имело другое значение, которое заключалось в том, чтобы предоставить это серебряному глазу для поглощения. Элай подсчитал, что одного должно быть достаточно, чтобы серебряный глаз достиг вершины пятого круга. Зеленая была ядром существа шестого круга. Это было не очень полезно для Элая, но если гидра воспользуется этим, этого должно быть достаточно, чтобы продвинуться в пятый круг. Зеленая жидкость была похожа. Он был сконденсирован из-за высокой концентрации жизненной силы и находился на пике пятого круга. Бутылка была частью пространственного оборудования, поэтому жидкость внутри должна быть размером с небольшое озеро. Хиллу этого должно быть достаточно, чтобы продвинуться к четвертому кольцу. Хотя выгоды кажутся обычными, это то, в чем я нуждаюсь больше всего. Элай поджал губы. Излишне говорить, что книга чернокнижника и прилив морской души могут помочь башне родословной получить дополнительную боевую мощь пятого круга. В будущем им не придется делать все для этого. Цветок кровавого бамбука не только позволяет Хиллу продвигаться вперед, но и естественным образом может продвигаться вперед. Это было изменение, которое включало закон пожирания. Думая об этом, Элай вышел из башни волшебников. Сначала он бросил ядро элемента ветра гидре, а затем бутылку Хиллу. Он проигнорировал восторженные эмоции обоих и вернулся в башню. Он хотел продолжить изучение правил тени. Продвижение требовало времени. День спустя, гидра проглотила ядро, а затем большое количество элементов обвилось вокруг него, превратив его в огромное яйцо и начав свой путь продвижения. Три дня спустя, Хилл впитал жидкость жизненной силы из бутылочной силы и начал повышать уровень. Во время этого процесса ее жизненная сила быстро истощалась. Почти за полчаса она превратилась в засохшее дерево, как будто ее жизнь подошла к концу. Но Элли знал от эльфов, что это нормально. Пока Хилл переживала увядание, она успешно продвигалась к четвертому кругу, который обычно длился больше года. Элай терпеливо ждал. Месяц спустя, за последние 17 лет, прилив морской души полностью интегрировался в серебряный глаз. Серебряный глаз также достиг пика пятого кольца и даже получил новую способность. Ртутный клинок. Он мог заранее запасать свою ментальную силу и конденсировать ртутный клинок. Он мог сохранить два из них заранее, и сила клинка ртути была на один уровень выше его текущего уровня. Его сила была шокирующей. Это уже был очень хороший навык, не говоря уже о том, что он был сохранен заранее. И, конечно, обучение законом тени также достигло финальной стадии. В этот момент на древе правления Элая было всего шесть листьев. Для каждого из двух правил было по три листа, что было немного больше, чем раньше. Однако он все еще был далек от продвижения к тысяче листьев. Потому что для продвижения тысячи листьев действительно требовалось не менее одна тысяча листьев закона. Путь к продвижению все еще был долгим. Конечно, это была только одна из причин, по которой Элай проснулся. Вместо этого, после месяца напряженной работы, Алида уже организовала начальные этапы создания Альянса. Они также пригласили все силы в город Родословный через три дня. Должно было состояться собрание Альянса. Три дня пролетели в мгновение ока. Все было спокойно. Альянс чернокнижников по-прежнему не предпринимал никаких действий, как будто их игнорировали. Однако Элай не ослабил бдительности. Он попросил своих подчиненных и Цветок Мандалы Смерти помочь ему расспросить об этом. В конце концов, Альянс чернокнижников не был хорошей организацией. Мия узнала, что планирует Альянс чернокнижников, но, похоже, они еще не решили. Это заставило Элай занервничать, поэтому он немедленно начал конденсировать ртутный клинок. Он все еще ценил заклинание, которое прилагалось к глазу Меркурия. Сконденсировать лезвие артути было просто. Это требовало всего лишь умственных сил, но это были немалые затраты. Три дня были эквивалентны сроку больше года, и только часть его была сжата. Однако он не сдавался. В конце концов, это тоже был козырь. В любом случае, фрагмент временного мира, по крайней мере из внешнего мира, на самом деле не отнял много времени. И в этот период времени тоже было небольшое дело. Королева эльфов Эрвин прибыла в страну Гросси. Ее целью был Хилл. Элай выходил отдохнуть после ежедневного совершенствования. Иногда приходила Лилиана. Вот так. Время текло медленно. Три месяца спустя был успешно сформирован первый ртутный клинок. Еще один козырь. Элай был в восторге. Возможно, это было совпадением, но в этот момент также раздался голос Алиды. Альянс был подготовлен. Представители различных сил прибудут в башню родословной через полмесяца. Алида была очень эффективной. Элай кивнул очень довольный этим. В конце концов, на этот раз фракции собрались со всего центрального материка. Каждая фракция была со всего мира. Три месяца могли показаться долгими, но на самом деле это было не так уж и долго. Было очевидно, что Алида действительно обеспокоена. Ответил Элай и снова закрыл глаза. В течение этого периода времени он был сосредоточен на клинке ртути и забыл об остальных. Ему еще предстояло пробиться к пятому уровню мистической техники взрывной крови. Элай ушел в уединение. В этот момент весь континент был очень оживлен. Хотя новости об Альянсе были скрыты, они быстро стали известны различным фракциям и шокировали их. Силы Альянса чернокнижников тайно выругались и ускорились в направлении башни родословной. У других сил тоже были свои идеи. Центральный регион на огромном небесно-облачном ките Джин Джи столкнулся лицом к лицу с лидером своей гильдии. Вздох этот твой шаг естественно гениален, если ты встанешь на правильный путь. Однако, если ты потерпишь неудачу, ты, вероятно, упадешь в бездну и будешь пожран демонами. Седовласый президент посмотрел на Цзинь Цзи и вздохнул. Милорд, но что сделано, то сделано. Это мой выбор и он не имеет никакого отношения ко всей ассоциации торговцев золотой цикадой. Цзинь Цзи опустил голову. На этот раз он сыграл огромную роль в альянсе, и он больше не мог это скрывать. Несвязанный седовласый старик только взглянул на него и фыркнул. Я много раз говорил вам, что мы всего лишь торговцы и на самом деле не участвуем в битвах этих крупных держав. Это дело слишком серьезное, и я не могу защитить тебя. После сегодняшнего дня ты не имеешь никакого отношения к ассоциации торговцев золотой цикадой. Услышав это, Джин Джи закрыл глаза. Несколько секунд спустя он поднял голову и почтительно поклонился. Затем он развернулся и ушел без каких-либо колебаний. Старый президент не остановил его. Он просто вздохнул и медленно сказал. Эх, жаль, что хороший саженец вот так просто погибает. Такое сопротивление случалось несколько раз за последние тысячи лет, но оно никогда не приводило к успеху. Видение Джин Джи все еще слишком поверхностно. Забудь об этом, забудь об этом. Небесный город. Это был знакомый зал для совещаний, но на этот раз там было на одного человека меньше. Этими шестью семьями были семья Пресс, семья Юнге, семья Дайла, семья Йорк, семья Силла и семья Хамис. Первые три семьи были высшими семьями, в то время как последние три были низшими семьями. Конечно, семья Хамисов уже была уничтожена, так что теперь их было всего пятеро. Старик, Патриарх Пресс, посмотрел на остальных четырех человек с холодным выражением лица. На самом деле, он был таким с тех пор, как семья Хамис была уничтожена. Патриарх Пресс, не нужно быть таким серьезным. В конце концов, прошло несколько месяцев с тех пор, как произошел инцидент. Пожилая женщина вздохнула. Она была главой клана Юнге. Да, этого никто не ожидал. Альянс родословной башни уже сформирован, но это небольшая проблема. Не то чтобы этого не случалось раньше. Мы просто подавим это, когда придет время. Главой семьи дела была зрелая женщина в небесно-голубом муслиновом платье. Она обладала немалым обаянием. Йорк и Силла ничего не сказали. Они только что посмотрели Патриарх Пресс. Хекхи. Семья Пресс дважды кашлянула, и все уставились друг на друга. Все, на этот раз не теряйте бдительности. Башня родословной полностью отличается от предыдущей. Не забывай семью Хамис. Он погладил бороду, его взгляд был острым. Более того, Илай очень зловещ. Он явно чернокнижник пятого круга, но столько лет скрывал свою силу. Он действительно зловещий человек. Боюсь, он строил козни много лет. На этот раз он действительно хочет заключить союз. Это будет довольно хлопотно для нас. Услышав, что у него были злые намерения, все дружно кивнули. Они полностью согласились с этим пунктом. Этот человек был слишком зловещим. Тогда как нам поступить с ним, патриарх Пресс? Спросил глава семьи Селла низким и приглушенным голосом. Он был сильным человеком. Разве мы не обсуждали несколько планов несколько месяцев назад? Он посмотрел на всех. Все нахмурились и задумались. Последняя встреча была, когда семья Хамис была уничтожена. Все были потрясены и напуганы. Встреча была беспорядочной. Казалось, что обсуждались какие-то планы, но они не были реализованы. Первое это то, что мы должны объединить усилия. Второе предназначено для Баршни Лича. Третье это. Они рассказали план один за другим. Патриарх семьи Прессы прервал его напрямую. Все будет лучше, если мы ничего не будем делать. В конце концов, если мы проиграем пятый круг, у всех будет болеть голова. Я помню, что был план нарисовать фрагмент мира, который содержал могущественных существ. Это очень подходит. Моя идея в том, что мы пока их не останавливаем. Когда наступит день запуска Альянса, мы напрямую привлеким этот фрагмент мира и используем его, чтобы уничтожить их, включая Элая. Да, но ты уверен, что это может убить их? Обеспокоенно спросила полная женщина. Не волнуйся. В этом фрагменте мира есть стая бессмертных птиц, на которые распространяются законы черного тумана. Их лидер, пиктос и челистник, король Фионикс. Даже моя семья не может справиться с ними. Более того, бессмертная птица специализировалась на душах, и это стало еще более важным после того, как ее осквернил черный туман. Обычные чернокнижники тысячи листьев не смогли бы противостоять этому, и даже Элая не был исключением. Мы подсчитали, что для того, чтобы убить короля Феникса, нужно обладать мощной ментальной силой и мощной ментальной силовой атакой, которая взрывается мгновенно, или обладать силой тысячи цветков. По крайней мере, для кого-то сродословной дракона, такого как Элай, невозможно убить Феникса. На этот раз он определенно умрет. Патриарх Пресс был полон уверенности. Они обнаружили этот фрагмент мира случайно и не осмелились войти, опасаясь привлечь стаю бессмертных птиц. Это было действительно идеальное решение разобраться с Элаем. Действительно. Услышав анализ Патриарха Пресс, все кивнули. Какая жалость к такому хорошему ресурсу. Пухлая женщина усмехнулась, ее грудь задрожала. Остальные тоже улыбнулись, как будто они уже видели трагедию в Альянсе. В то время различные фракции остались бы без лидеров, и они, естественно, захватили бы власть в этих организациях. В то время Альянс Чернокнижников был бы еще сильнее, чем раньше. Элай. Это была просто строка слов в истории, что? Цзинь-цзи пришел навестить меня? В башне Элай с любопытством спросил, слушая Вивику. Да, господин Цзинь-цзи снаружи. Вивика кивнула. В течение этого периода времени Вивика быстро улучшалась с помощью ресурсов семьи Хамис и была всего в шаге от лучезарной луны. Тогда призови его. Элай кивнул. Ему также было любопытно, почему Джин-цзи искал его в это время. Да, сэр. Вивика кивнула и ушла. Минуту спустя. Дверь снова открылась, но на этот раз вошел только Джин-цзи. Внешность и одеяние Джин-цзи не сильно изменились, но что удивило Элая, так это то, что лицо Джин-цзи было очень бледным. Судьба золотой цикады также сильно испортилась, особенно ее аура, которая перешла от великолепного солнца к утренней звезде. Что произошло? Альянсу чернокнижников не следовало предпринимать никаких действий против него. Этого не должно быть, сэр. Давно не виделись. С другой стороны, Джин-цзи тепло поприветствовал его, затем горько улыбнулся и сказал. На этот раз я прошу тебя приютить такого жалкого человека, как я. Принять тебя, это прекрасно. Но, глядя на тебя, что именно произошло? Элай махнул рукой, и Джин-цзи сел напротив него. Я ухожу из ассоциации торговцев золотой цикады. Первое предложение, которое произнес Джин-цзи, когда сел, ошеломило Элая. Вы покинули торговую ассоциацию золотая цикада? Элаю было трудно в это поверить. В конце концов, Джин-цзи был членом ассоциации торговцев золотой цикады на протяжении тысяч лет и был связан своей родословной. Более того, он много сделал для торговой ассоциации. С чего бы ему вдруг уходить? Однако такое падение уровня было разумным. В конце концов, торговая палата золотая цикада была очень особенная и имела много общего с богатством. Как только они покинут торговую палату золотая цикада, они, естественно, падут. Да, из-за альянса меня выгнали. Теперь я могу только прийти и положиться на тебя. Джин-цзи улыбнулся, как будто ему не было грустно. Вместо этого в его глазах был проблеск света. Это так? Элай мгновенно понял, что произошло. Золотая цикада играла очень важную роль в альянсе. Казалось, что у него были другие идеи, чем у президента ассоциации торговцев золотой цикадой, и он выбрал их сторону. Поняв, что произошло, Элай почувствовал себя намного спокойнее. Он посмотрел на Джин-цзи более серьезным взглядом. Конечно, башни родословной все еще не хватает министра финансов. Элай ответил с улыбкой. Благодарю вас, сэр. Джин-цзи беспокоился, что Элай не захочет его, но когда он услышал это, он почувствовал облегчение и встал, чтобы выразить свою преданность. О, есть еще кони Элай и другие мои подчиненные. Все они. Отправь Вивико на поиски Алиды. Элай махнул рукой. Сначала познакомься с башней родословной и попроси ее сделать кое-какие приготовления. Да, мой господин. Джин-цзи кивнул. Затем Элли позвал Вивику и ушел с ней. Как раз в тот момент, когда Джин-цзи знакомился с окружающей средой, представители различных сил и главы семьи прибыли в город родословной. Они договорились, что через несколько дней они отдохнут и подготовятся к встрече Альянса. Полмесяца пролетело в мгновение ока. В этот день, весь родословный город был в смятении. Бесчисленные чернокнижники вышли из своих домов, и город был украшен фонарями и серпантинами различных цветов. В небе над городом летало множество воздушных кораблей, и с них свисало бесчисленное количество разноцветного муслина. Огромный красный ковер простирался от самой высокой башни волшебников до городских ворот. По красной ковровой дорожке глава клана Морского дракона и глава клана Морской акулы шли бок о бок, разглядывая пейзаж с обеих сторон и взволнованно вздыхая. Морской дракон, посмотри на город родословный. Будь то инфраструктура или оживленность, я не думаю, что это хуже, чем небесный город. Похоже, этот лорд хорош не только в бою. Глава клана Морских акул взволнованно вздохнул. Да, глава клана Морского дракона кивнул с расслабленным выражением лица. Только прошлой ночью они уже обсуждали вопросы Альянса. Сегодня было просто формальностью объявить о создании Альянса и провести банкет. Но жаль, что лорд не пожелал быть лидером Альянса. Алида, утренняя звезда, была той, кто стал лидером Альянса. В этот момент послышался другой голос. Они вдвоем обернулись и увидели человека в зеленой манте и чернокнижника. Это глава семьи Бога Ветра. Морской дракон улыбнулся им. Они узнали друг друга только за последние несколько дней, но все еще чувствовали себя старыми друзьями с первого взгляда. Но это не тот случай. Все знают, что Альянс является мастером башни Родословной башни, но Родословная башня всегда была под его жестким контролем. Патриарх Морской акулой улыбнулся. Это правда. Двое других улыбнулись. Это было действительно разумно. Пока они болтали, они добрались до верхней части города. Там была площадь с высокой платформой посередине. Внутри собралось большое количество чернокнижников. Все они были из семей, которые пришли на этот раз. Когда эти семьи увидели их троих, они также уступили им дорогу. Они трое не обратили никакого внимания. Они просто смотрели на высокую платформу. В этот момент Алида была на высоте, громко объявляя о будущем Альянса. С этого момента Альянс Родословных официально учрежден. Бах! В следующую секунду десятки небесных кораблей в небе выпустили фейерверк. Бесчисленные ослепительные огни расцвели в небе, и даже одеяние стихии взревело. Это было невероятно красиво. Они втроем посмотрели друг на друга и увидели радость в глазах друг друга. Теперь, когда Альянс был создан, им будет о ком заботиться в будущем. Они столкнутся с одним и тем же врагом, Альянсом Чернокнижников. Неплохо! Еще дальше Эли стоял на вершине башни волшебников, наблюдая за этой сценой, а Вивика стояла рядом с ним. Брат Илай, ты не собираешься показаться? С любопытством спросила Вивика. Не нужно. Илай улыбнулся. Тогда ладно. Алида не стала его опровергать. Она просто стояла рядом с ним и любовалась фейерверком, заполнившим небо. Она непреднамеренно приблизилась к нему и собиралась прижаться к нему. Хе-хе. Хитрый взгляд вспыхнул в глазах Алиды. Внезапно Элай положил руку ей на плечо. Зрачки Алиды расширились, а сердце затрепетало. Может ли это быть? Однако, когда она обернулась, она увидела, что Элай смотрит в небо с серьезным выражением лица. Вивика была ошеломлена и посмотрела вверх. Внезапно в голубом небе появился слой черного тумана. Несравненно огромный объект, окруженный черным туманом, вошел в мир чернокнижников. Казалось, что он обладает силой пространства. В мгновение ока он появился более чем в 10 000 метрах над городом родословной, блокируя свет и отбрасывая тень. И он все еще медленно падал. Что это? Столкнувшись с этой внезапной переменой, ее рот был широко открыт. Большой фрагмент мира. Взгляд Элая был спокоен, когда он смотрел на огромный фрагмент мира. Фрагмент мира, окутанный черным туманом, несомненно, был из внешнего слоя мира. Почему он внезапно появился здесь? Кто это сделал? Он даже не заметил. Не только он, но и все остальные тоже посмотрели на эту сцену. Это? Многие главы семьи чувствовали себя неловко. Сегодня был день основания Альянса. Будут ли какие-нибудь несчастные случаи? Пока все гадали, черный туман фрагмента мира внезапно зашевелился. Из фрагмента мира высунулась голова огромной птицы. Только его голова была более 10 метров в длину, а его черные глаза мерцали, как будто в них была тьма. Что это за монстр? Тело главы клана Морского Дракона напряглось, когда смертельная угроза затаилась в его сердце. Не только он, но в этот момент все могли видеть только фатальные чувства. Казалось, что как только птица выйдет, все они умрут. Все не смели пошевелиться и уставились на птичью голову. В следующую секунду птица издала крик, и огромная и злая ментальная атака заставила всех похолодеть. Большое количество низкоуровневых чернокнижников упало на землю, и даже было активировано защитное заклинание формирования города родословной. Что это за могущественное существо? На этот раз все почувствовали, насколько он силен, и на их лицах появился страх. И это было только начало. Все видели птичьи головы, появляющиеся из черного тумана одна за другой. Хотя в начале их дыхание было слабее, их были тысячи. Бесчисленные птичьи головы смотрели на всех, кто лежал на земле, и все чувствовали отчаяние. В башне волшебников Илай проигнорировал маленьких и смотрел только на огромную птичью голову, которая появлялась. Его глаза были озадачены. Падающий фрагмент мира. Бессмертный феникс Уилл Король Феникс издал крик, и слой бесформенных колебаний души распространился подобно рябе. Все небо стало серым. Среди криков Король Феникс также полностью покинул фрагмент мира. Его тело было похоже на гигантского орла, длиной в тысячи метров. Некоторые перья были золотыми, а некоторые – ярко-красными. На его спине было несколько длинных хвостовых перьев. Что было странно, так это то, что пламя, которое должно было гореть на его теле, было серым, и в нем была холодная красота. Король Феникс, казалось, был очень зол в этот момент. Глядя на незнакомую обстановку вокруг него, он немедленно опустил голову, чтобы посмотреть на город на земле, и издал долгий крик. В то же время бесчисленное количество серого пламени собралось вокруг него и полетело к земле. Это было похоже на огненный дождь, который покрыл небо и солнце. На земле. Многие чернокнижники были шокированы этой сценой. Патриархи главных сил посмотрели друг на друга. Боюсь, я умру здесь сегодня. У лидера клана морского дракона было уродливое выражение лица. Хотя они не понимали, что произошло, была высокая вероятность, что именно Альянс Чернокнижников предпринял сегодня действие. Неудивительно, что Альянс Чернокнижников в последнее время вел себя тихо. Казалось, что они сдерживаются. Двое людей рядом с ним кивнули. В следующую секунду они втроем взлетели в небо. В следующую секунду накатили волны, и послышался плеск воды. Главы семейств морских драконов и акул взревели. Издалека Илай увидел огромного морского дракона и огромную морскую акулу, появившихся позади них двоих. Немедленно в небо взлетели бесконечные волны. Глава клана бога ветра Ялун глубоко вздохнул. Поднялся шторм и улетел в небо. Все трое были зародышевыми чернокнижниками, и их атаки также были пронизаны законом. Поэтому их аура и сила были чрезвычайно шокирующими. Чернокнижники на земле также посмотрели на небо. То же самое было и с Илайм. Однако он только наблюдал за этой сценой издалека и не сделал ни единого движения. Он хотел посмотреть, насколько силен король Феникс, и посмотреть, сделает ли он ход. В противном случае было бы неловко, если бы он не смог победить ее. Более того, он также заметил несколько слабых фигур поблизости. Скорее всего, они были чернокнижниками из альянса чернокнижников. В конце концов, на этот раз было очевидно, что они придут за ним. Он должен был быть осторожен. В этот момент пламя в небе также столкнулось с атаками трех человек. Бах! В одно мгновение поднялось бесчисленное количество пара, но выражения лиц трех человек внутри мгновенно изменились. Потому что от простого столкновения волны разлетелись в дребезги, как тонкая пленка. Затем пламя фактически напрямую прошло через волны и направилось к земле. Сила законов внутри была полностью выжжена, а шторм на другой стороне был почти мгновенно разрушен. Никакого эффекта вообще. Разница слишком велика. Выражение лица главы клана морского дракона изменилось. Атака короля Феникса перед ним была не тем, что они могли блокировать. В этот момент король Феникс также заметил их троих. Он немедленно захлопал крыльями и полетел к ним троим. Он свирепо посмотрел на них троих, а затем взмахнул крыльями, как огромной рукой, вызывая бурю. Пуф. Трое из них вообще не могли двигаться, и гигантские крылья ударили по ним, отправив их в полет к родословному городу, как пушечные ядра. Бах. На земле мгновенно появились три огромные ямы, и бесчисленные клубы дыма наполнили воздух. Когда дым рассеялся, некоторые из них пытались подняться, но на их телах уже появились бесчисленные трещины. Вытекло большое количество крови, и они выплевывали ее, пытаясь выбраться из глубокой ямы. Увидев жалкое состояние трех человек, все почувствовали волну страха. Даже трое лордов пятого круга были побеждены так легко, что они собирались делать. Сэр Илай. На высокой платформе Алида смотрела на долину позади нее, ее тело дрожало. Теперь, кроме Илая, у них не было другого выбора. В этот момент десятки тысяч бессмертных птиц вылетели из фрагмента мира. Они немедленно издали резкий крик и вызвали пылающий шторм, когда они полетели к земле с ужасающей аурой. Эта апокалиптическая сцена немедленно вызвала у всех волну страха. В этот момент внезапно вспыхнул золотой свет, который заслонил солнце. Золотая мембрана мгновенно окутала весь город, как большая чаша, не позволяя никому войти. В этот момент пламя уже достигло защитного слоя. Внезапно послышались потрескивающие звуки. На защитном слое появилось множество трещин, но он совсем не дрогнул. В то же время стая бессмертных птиц также была заблокирована. Чернокнижники на земле тоже подняли головы, чтобы посмотреть на эту сцену. Среди золотого света Илай медленно взлетел в небо. Это был лорд Илли, который защитил нас. Сэр Илай здесь, и угроза снята. Это Илай. Бесчисленное множество людей приветствовали его, и главы трех семей помогли себе подняться. Они смотрели на богоподобную фигуру в небе и тысячи бессмертных птиц. Сможет ли он победить короля Феникса? Взгляды всех были прикованы к Илаю. Даже несколько взглядов исти не смотрели на Илая с недобрыми намерениями. В этот момент Илай смотрел на короля Феникса в небе. После некоторого наблюдения он был уверен, что у клинка Меркурия есть хорошие шансы победить его. Однако только сейчас он придумал лучший и более эффективный способ. Обычно, входя в чужой мир, человек был бы подавлен. Однако эти существа жили фрагментами по всему миру в течение многих лет и были заражены мировой аурой. Кроме того, мировая воля теперь безмолвствует, поэтому ее не подавляют. В противном случае, существу пятого круга было бы не так легко попасть в мир чернокнижников. Пока мировая воля пробуждена, ее сила будет подавлена до уровня божественного дерева или даже ростка. Какая там может быть угроза? Илай посмотрел на бессмертную птицу и улыбнулся. Единственной трудностью этого плана было пробудить мировую волю. Мировая воля теперь молчала, и даже чернокнижник пятого круга не мог этого сделать. Однако он был другим. У него была благосклонность мировой воли, поэтому он мог это сделать. Думая об этом, взгляд Илай остановился все острие и острие, и он смотрел на тело короля Феникса все более и более высокомерно. В этот момент король Феникс повернул голову и посмотрел на странного человека перед ним. Он смутно чувствовал опасность и искал возможности. Люди на земле смотрели на противостояние между человеком и птицей и были несколько сбиты с толку. Что они делают? Несколько человек во тьме вели себя немного пренебрежительно. Илай ему неровня. Если он посмеет показать свое лицо, он умрет. Вот так прошло три минуты. Король Феникс больше не мог этого выносить. Он издал пронзительный крик, который распространился на десятки тысяч метров. Затем он взмахнул крыльями и полетел к Илаю. В этот момент Илай внезапно пошевелился. Он ничего не сделал, но ослепительный золотой свет выстрелил в мир, осветив тысячи пространств. Таинственная аура исходила от его тела, и в то же время похожая аура пробудилась в мире. Огромный, безграничный, древний. В небе клубились облака, как будто проснулось огромное существо. В одно мгновение всем чернокнижникам стало трудно дышать, но они чувствовали себя так, словно вернулись в объятия своей матери. Однако король Феникс издал крик, и его глаза изменились. Он мгновенно изменил свое направление и полетел обратно к фрагменту мира. В следующий момент тело короля Феникса мгновенно застыло. Пламя вокруг него мгновенно погасло, и скорость его тела также была чрезвычайно высокой. Его аура была еще более нелепой, когда он падал прямо. Вершина тысячи листьев. Промежуточная тысяча листьев. Вершина божественного древа. В конце концов, его аура непосредственно попала на начальную стадию вхождения в божественное древо. Он был не единственным. Аура меньших бессмертных птиц также исчезла. Тем не менее, это было не так серьезно, как у их короля, но их боевая мощь также была ослаблена более чем на три уровня. И после этого, по мановению руки Эли безграничная тень мгновенно превратилась в огромную руку. Затем огромная рука схватила бессмертную птицу, но та лишь издала болезненный вопль, прежде чем ее утащили в темноту. Что касается маленьких бессмертных птиц, они увидели падение короля и улетели к фрагменту мира. Они были очень быстрыми и исчезли в мгновение ока. Затем Элай усмехнулся, и его продолжительность жизни была исчерпана. Печать звездного духа. В небе появилась цепь, похожая на звездное небо, которая тащила фрагмент мира Келли. Во время этого процесса фрагмент мира становился все меньше и меньше. Наконец он превратился во что-то вроде хрустального шара и был зажат в руке Элая. Глядя вниз, ему казалось, что он все еще может видеть бесчисленное множество крошечных бессмертных птиц. Когда фрагмент мира был убран, мировая воля медленно рассеялась. Ветер был спокоен, и облака были неподвижны. По мановению его руки защита, сформированная силой веры, также превратилась в бесчисленные золотые пятна света и рассеялась. Они полетели к Элаю, как золотые одуванчики, и были поглощены им. Элай не остановился после того, как забрал силу веры. Вместо этого он посмотрел в пустоту неподалеку. Его глаза были бесстрастны, когда он сказал. Все из альянса чернокнижников. Ты выходишь сам, или мне следует вытащить тебя оттуда? Король Феникс был покорен просто так, как это возможно. Ты, должно быть, шутишь, что это было за ужасающее завещание только что. Почему у меня такое чувство, что я смотрю прямо в лицо миру, и что Король Феникс так же мгновенно подавлен? Подожди, подавлен? Разве это не было легендарным мировым завещанием? В городе родословной все в шоке и замешательстве смотрели на Элая в небе, когда золотые пятна света исчезли. Кто бы мог подумать, что это произойдет? Было ли это только что обнародованным завещанием или подавлением Короля Феникса? Это произвело на них глубокое впечатление, и у них появилось новое понимание методов Элая. Это был чертовски нормальный метод, как кто-либо может призвать нынешнюю мировую волю. С тех пор, как тысячи лет назад, не было ли очень трудно пробудить мировую волю? Почему ты сегодня снова отсутствуешь? В этот момент глава клана Морского Дракона так же был шокирован. Это мировая воля? Он произнес эти слова в оцепенении. Мир будет? Как он может призвать мировую волю? Может ли быть так, что мировая воля пробудилась десятилетия назад? Патриарху Морской Акуле было наплевать на свои травмы. В этот момент они посмотрели друг на друга и увидели потрясение в глазах друг друга. Род бога ветра клана Ялун дернулся. Почему вы двое стоите там? Эй, эй, эй. Все обращали внимание на мировую волю, но неужели никто не заметил, насколько силен Элай? Это был король Феникс на стадии Божественного Древа. Божественное Дерево. Это может легко убить нас. Да ладно, разве вы, ребята, не заметили силу Элая? В конце концов, он не мог не напомнить им. Они оба одновременно повернули головы и странно посмотрели на него. Что в этом такого странного? Говорят, что Элай – чернокнижник Тысячелистиев. Для него нормально победить Божественное Древо. Он потерял дар речи. Однако эта атака позволила им троим окончательно подтвердить силу Элая. Они мгновенно почувствовали себя более непринужденно. Даже если они были ранены сейчас, они только чувствовали, что их будущее было светлым. Пока они все еще были погружены в надежду на будущее, голос Элая снова вернул их к реальности. Все из союза чернокнижников. Кто-то из союза чернокнижников. Они подняли головы и посмотрели на небо. Они увидели, как вдалеке в небе появились три фигуры. Эти трое – двое мужчин и одна женщина. Выглядели людьми среднего возраста, но излучаемая имя Аура достигла уровня Тысячелистиев, а двое позади них тоже были Божественными Деревьями. Судя по мантили, чернокнижник Тысячелистиев должен быть чернокнижником из семьи Пресс. Двое людей, стоявших за ним, принадлежали к семье Юнге и семье Дайла. В этот момент все трое смотрели на Элая, нахмурив брови и не веря своим глазам. Похоже, вы, ребята, были теми, кто вытащил фрагмент мира. Элай спокойно смотрел на них троих, но его ртутный клинок был готов к активации в любой момент. По сравнению с инопланетными расами эти люди были гораздо более свирепыми. Элай, ты очень силен. Вы действительно можете связаться с мировой волей. На этот раз наше суждение было ошибочным. Чернокнижник клана Пресс и Тысячелистиев посмотрел на Элая, его брови постепенно разглаживались. План, несомненно, провалился. Однако их нельзя было винить за текущую ситуацию. Кто бы мог подумать, что Элай призовет мировую волю и напрямую подавит короля Феникса с вершины Тысячелистиев до Божественного Древа. Это было просто за кадром. Тем не менее, мы на одном уровне. Ты не можешь держать нас здесь. Я могу притвориться, что сегодняшней истории никогда не было. Чернокнижник Тысячелистиев продолжил. Уйти. Элай был потрясен. Ты собираешься убить меня, но хочешь уйти прямо у меня на глазах. Был ли союз чернокнижников таким высокомерным? Ладно, это действительно соответствовало их стилю. Извини, сегодня тебе придется остаться здесь. Элай покачал головой и высказал свое мнение. Хорошо. Чернокнижник Тысячелистиев поднял бровь, но его родословная была активирована. Его мышцы начали белеть, а за спиной расправились белые крылья. Всего их было 9 пар, и от его тела исходила обжигающая аура. Его тело выросло до 5 метров в высоту. Родословная с шестью кольцами. Родословная пылающего ангела. Элай, ты не можешь держать нас здесь. Он посмотрел на Элая и выпустил свою ауру. Его родословная очень сильна. Он, вероятно, только что вошел в царство Тысячелистиев, но я накопил больше. Я могу победить его, но есть определенный риск. Вероятность победы составляет около 85%. Здесь очень опасно. Элай оценил этого человека и был немного шокирован. Фактор риска был слишком высок. Итак, в следующую секунду серебристо-белый глаз в глазах Элай расцвел. Круг за кругом расцветал серебристо-белый свет, и серебряное лезвие, которого, казалось, не существовало в мире, медленно высверливалось из одного из глаз. Все его тело было серебристо-белым, и серебристо-белая духовная сила струилась вокруг него. Более того, он не излучал никакой ауры, как будто его не должно было существовать. Папа. Внезапно чья-то рука схватила острое лезвие. Держа ртутный клинок, Элай посмотрел на чернокнижника. Это. Чернокнижник нахмурился. Хотя похожее на нож лезвие перед ним не выглядело угнетающим, он не смел недооценивать его. В конце концов, противником был Элай, их главный враг. Венг. В следующую секунду Элай мягко взмахнул своим острым клинком. Мгновенно серебристо-белое лезвие покрылось рябью, и чрезвычайно острая ментальная сила сконцентрировалась на кончике, а затем мгновенно исчезла из глаз чернокнижника. Больше нет куда это делось. Это больно. Чернокнижник на мгновение растерялся, а затем почувствовал острую боль. Он посмотрел вниз и увидел, что острое лезвие уже вонзилось в его сердце. Сила, которая вырвалась из него, фактически достигла уровня 10 тысяч цветов. Это мгновенно убило все ткани в его теле, а затем атаковало его разум. Бах. Зрение чернокнижника потемнело. Он знал, что его сознание было разрезано на бесчисленные кусочки. Перед смертью он посмотрел на Элая краешком глаза. Что это за метод? Хрипло спросил он. Его глаза были полны отчаяния, как будто он все еще не мог смириться с тем, что так пал. Ртутный клинок. Ответил Элай. В следующую секунду свет в глазах чернокнижника внезапно исчез. Трансформация его родословной также постепенно исчезла. Его аура жизненной силы постепенно рассеивалась, а затем он упал на землю. Все это произошло меньше, чем за секунду. В этот момент остальные все еще наблюдали за их противостоянием, но в следующую секунду чернокнижник из семьи пресса умер. В этот момент все на земле также были ошарашены, когда увидели это изменение. Разве это не чернокнижник тысячи листьев? Он умер просто так? Ты издеваешься надо мной? Ах, сила лорда Элай действительно на этом уровне? Это было слишком нелепо. Они были на одном уровне. Может ли он быть гением? Все обсуждали. Аура этого человека была не слабее, чем у Элай, что означало, что он был на том же уровне, что и лорд. Однако было действительно нелепо, что он умер просто так. В будущем я буду только следовать примеру вашего превосходительства. Рот главы клана морского дракона дернулся, и он выдавил это предложение спустя долгое время. Я тоже. Я тоже. Двое других кивнули. Ущерб, причиненный сегодняшним инцидентом, был ограниченным, но он полностью продемонстрировал силу Элая перед альянсом чернокнижников. Вполне вероятно, что альянс чернокнижников совершил доброе дело с дурными намерениями, помогая ему крепить сплоченность альянса чернокнижников. После сегодняшнего дня доверие альянса родословной к Элаю достигнет своего пика. Какое совпадение? Мертв. В этот момент оставшиеся два человека в небе почувствовали, как их сердца затрепетали. Это был чернокнижник тысячи листьев из семьи Пресс. Он умер просто так? В этот момент Элай повернулся, чтобы посмотреть на них двоих, и улыбнулся. Вы двое не хотите вместе выпить чашечку чая? У меня здесь много хороших чайных листьев. Глоток. Их обоих прошиб холодный пот, и страх постепенно распространился из их глазбах. Далеко в центре центрального региона лицо патриарха Пресса постепенно становилось пепельным, когда он читал информацию перед ним. Он крепко сжал кулаки, издавая трескучие звуки. Элли призвал мировую волю и низвел короля Феникса тысячи листьев до уровня божественного дерева. Затем он легко победил короля Феникса и убил Сабадье в городе родословной. В этот момент патриарх Пресс почувствовал, что его родословная вот-вот сгорит. Он не понимал, как все так обернулось. Как мог этот парень, Элай, призвать мировую волю? В конце концов, даже у их семьи не было никаких средств, чтобы призвать волю мира, поэтому средства Элли полностью не входили в их планы. Что еще больше беспокоило, так это то, что чернокнижник тысячи листьев, которого убил Элай, был лордом семьи Пресс. Он стиснул зубы. Это был первый раз, когда он чувствовал себя таким обеспокоенным. Боевая мощь тысячи листьев была почти наивысшей боевой мощью нескольких больших семей. Смерть одного из них означала, что их боевой потенциал был значительно снижен. Более того, они все еще стояли лицом к башне Лича. По мере того, как все больше и больше древних и бездействующих чернокнижников присоединялись к фракции, фракция чрезвычайно расширялась. Даже им это доставляло все больше и больше хлопот. Он стиснул зубы и прочитал имя. Если бы не этот человек, у них не было бы столько неприятностей. Однако с созданием альянса родословных это означало, что между двумя группами не было места для переговоров. Они представляли интересы двух сил. Одно было древней родословной семьей, а другое было родословной семьей, которая развивалась годами. Конфликт между ними был даже более интенсивным, чем конфликт с башней Лича. Но несмотря ни на что, если мы не избавимся от альянса родословных, за нами останется много гвоздей. Если мы ввяжемся в битву с башней Лича, это будет действительно хлопотно. Он постепенно успокоился и задумался. Альянс родословной должен быть уничтожен первым, прежде чем они полностью разовьются. У нас все еще есть шанс сразиться с Илаем. Иначе потом будут проблемы. Он поджал губы, но его воля постепенно становилась твердой. Он знал, что делать. Он посмотрел на кольцо в своей руке и нажал на него. Пришло время для встречи. Сэр, все главы семьи уехали. Детали совместного сотрудничества также были обсуждены. В башне Алида отчиталась перед Илаем. Это хорошо. Я оставляю это тебе. Иди и занимайся своими делами. Илай махнул рукой. Да. Алида кивнула и быстро ушла. После того, как Алида ушла, Илай встал и подошел к окну. За окном была долина. В этот момент в углу долины бесчисленные теневые цепи привязывали огромную птицу к земле. Огромная птица безостановочно боролась и издавала пронзительный крик. Гигантская птица была королем Фениксом, и Илай не убил ее в тот день. Во-первых, было бы жаль убивать такого высокоуровневого магического зверя, но он слился с большим количеством черного тумана, который имел высокую исследовательскую ценность. Во-вторых, Эли также чувствовал, что ему нужно средство передвижения. Однако это было не очень похоже на сотрудничество. Нелегко подчинить магического зверя такого высокого уровня. Я сделаю это сам. Илай покачал головой, затем спустился с башни волшебников и медленно направился к королю Фениксу вдалеке. Увидев приближающегося Илая, король Феникс боролся еще более безумно и посмотрел на Илая со злостью. Папа. Илай подошел и дал ему пощечину. Огромная сила непосредственно заставила землю обрушиться, и у короля Феникса тоже закружилась голова. В этот момент голос Илая проник в его сознание. Я дам тебе два варианта. Илай вытянул два пальца. Сначала подпиши со мной контракт и поклянись в своей верности мне. Во-вторых, я убью тебя прямо здесь. С этими словами Илай взмахнул рукой, и огромный клинок ветра прислонился к голове Феникса, ожидая его ответа. Король Феникс мгновенно перестал двигаться. Чувствуя лезвие ветра над своей головой и слабое намерение убить, он не сомневался, что если бы он отказался, то определенно был бы убит здесь. Несколько секунд спустя хриплый голос проник в сознание Илая. Какой контракт? Простой контракт. Я очень внимателен к тебе Илай и улыбнулся. Контракт между хозяином и слугой. Но пока закончится моя жизнь или я умру, ты будешь свободен. Ты очень хорошо знаешь, что по правилам этого мира для меня это всего лишь несколько тысяч лет. Но для такого существа, как ты, несколько тысяч лет – ничто. Как насчет этого? Исчерпанная продолжительность жизни? Король Феникс поднял голову и посмотрел на Илая. Оно не верило, что Илай переживет его, поэтому немедленно согласилась. Я согласен. Хорошо. Илай отпустил его руку, и медленно появился контракт. Король Феникс взглянул и подтвердил, что условия были такими, как они говорили раньше. Немного его душевной силы переместилось на контракт, и контракт между ними двумя был немедленно заключен. Почувствовав таинственную силу контракта, Илай улыбнулся. Теневые цепи на теле короля Феникса также рассеялись одна за другой. Его аура также медленно поднялась и вернулась к тысяче листьев. Это было потому, что он подписал контракт с мировой волей. Между ним и мировой волей установилась связь. Со временем он полностью интегрировался бы в мир волшебников, и его боевая мощь не пострадала бы. На самом деле, большинство чужеродных рас на зеленом поле были такими же. Однако они установили связь с мировой волей из-за своей родословной. Отныне тебя будут звать Феникс. Я исправлю этот фрагмент в стране Гроссе. Илай также принял меры. Да, мой господин. Король Феникс не осмелился возразить. Он медленно встал, и его тело постепенно достигло нескольких метров в длину. Он также принял свою судьбу. В любом случае, это займет всего 2-3 тысячи лет. Он все еще мог позволить себе подождать. Да. Илай также был очень рад, что подчинил себе боевую мощь уровня тысячи листьев, и на его лице появилась улыбка. Какака. В этот момент до ушей Илая внезапно донесся трескучий звук. Илай посмотрел в сторону источника звука и увидел, что гигантское яйцо тени вдалеке внезапно треснуло. Из него медленно выползла гигантская змея с пятью головами, и излучаемая ею аура достигла уровня пятого круга. Гидра. При взгляде на гигантскую змею глаза Илая загорелись. Без сомнения, продвижение Гидры закончилось. В этот момент Гидра также быстро приближалась к Илаю, излучая радость. Однако, когда он увидел гигантскую птицу позади Илая, он замер. Он повернулся, чтобы посмотреть на Илая, его взгляд как бы говорил. «Меня не было всего несколько дней, и у тебя действительно появился новый питомец». Глядя на реакцию Гидры, Илай громко рассмеялся. Он собирался все объяснить малышу, но прежде чем он смог заговорить, издалека внезапно распространилась величественная жизненная сила. Ни за что. Илай прекратил то, что он делал, и посмотрел вдаль. Обугленная обложка книги из сохшего холма внезапно начала трескаться, и постепенно появился зеленый оттенок. В то же время взволнованный голос произнес. Отец Хилл успешно продвинулся вперед. Похожий на колокольчик голос донесся до ушей Илая. Илай поджал губы. Он чувствовал, что сегодня было слишком много сюрпризов. Три счастливых случая три часа спустя. Илай вздохнул с облегчением, когда увидел Хилла, возрожденного из засохшего дерева. В этот момент Хилл полностью преобразился. Однако, по сравнению с тем, что было до ее продвижения, ее рост увеличился почти на 400 метров, достигнув высоты 500 метров. Она была подобна высокой горе. Ее ветви были толщиной в десятки метров, а кожа была слегка коричневой. Время от времени испускались струйки жизненной силы. С кроны дерева свисали бесчисленные полоски бумаги, украшенные зелеными листьями, похожими на зеленое море звезд. Бесчисленная жизненная сила в нем почти превратилась в тонкий туман, который окутывал окрестности, делая их похожими на рай на земле. Это явно всего лишь существо четвертого круга, но даже я не могу сравниться с его живучестью. Что это за существо? Рядом с Илаем Феникс потрясенно моргнул. Когда он обернулся, он увидел пялищуюся на него пятиглавую змею. Эта аура достигла пяти колец и фактически содержала пять элементов. Тень, огонь, воду, ветер и редкую молнию. Это также потрясло его, что за странные существа окружали человека, на которого он полагался. Они все продвинулись. Илай взглянул на Хилла, затем на Гидру. На этот раз Гидра получила дополнительный атрибут грома. Его боевая мощь была неплохой при первоначальной оценке. Как только он продвинулся, он не должен быть слишком слабым на стадии бутонизации. Что касается Хилла, о ней нельзя судить с точки зрения здравого смысла. Отец Хилл теперь может наделить растения ниже четвертого круга потенциалом для перехода в четвертый круг. В этот момент до ушей Илая донесся звук, похожий на серебряный колокольчик. Вжик, вжик. Дыхание Илая становилось все тяжелее и тяжелее, а свет в его глазах становился все ярче и ярче. Десять минут спустя. Отец, ты уверен, что хочешь, чтобы я обновил это до четырех колец? Хилл с любопытством посмотрел на Илая. В этот момент он держал в руке существо, похожее на бусину. На нем даже рос кроваво-красный цветок, излучающий кровожадную ауру. Однако он был зажат в руке Илли и вообще не двигался. Да. Илай кивнул. Растение перед ним было цветком кровавого бамбука, который он приобрел во время своих путешествий в мир людей более две тысячи лет назад. Это очень помогло ему во время периода второго круга. Его уже разводили в течение бесчисленных поколений. Когда-то Илли хотел вырастить его до четвертого круга, но его биологические оковы помешали этому эксперименту увенчаться успехом. Сегодня Хилл продвинулся вперед, и он, наконец, собирался осуществить свою мечту. Конечно, Илли заботила не про движение цветка кровавого бамбука. Он просто чувствовал, что если цветок кровавого бамбука продвинется вперед, руна пожирания определенно претерпит неожиданные изменения. Это могло бы оказать ему большую помощь в понимании законов. «Давайте начнем», — прямо сказал Илли. «Хорошо, тогда, отец, отойди немного назад», — ответил Хилл. Илли отступил. В следующую секунду Илли увидел, как Хилл медленно свисает с ветки. Конец ветки постепенно начал меняться, и капля чрезвычайно ослепительной зеленой жидкости медленно сконденсировалась. Илли смотрел на эту сцену в оцепенении. В зеленой жидкости он мог ощутить высшую жизненную силу. Это было нечто более сильное, чем чистая жизненная сила, как будто оно обладало бесконечной мощью. Была ли это сила его трансформации? Капай, капай. В конце концов, жидкость все еще падала и капала на цветок кровавого бамбука. Разрывай. В одно мгновение первоначально спокойный цветок кровавого бамбука мгновенно начал бешено сопротивляться. Его корни глубоко вонзились в землю, и его высота быстро увеличилась. Три метра. Пять метров. Десять метров. В мгновение ока цветок кровавого бамбука вырос до высоты десяти метров. В то же время на его бамбуковом теле постепенно появлялись пятна. Цветы сморщились, и лепестки постепенно потемнели от бледно-красного цвета до кроваво-красного. Его аура постепенно поднималась от границы третьего круга к четвертому кругу. Илай спокойно ждал, пока Гидра и Феникс ждали в стороне. Изменение длилось полдня. Полдня спустя. Цветок кровавого бамбука уже продвинулся к четвертому кругу. Однако, что удивило Илая, так это то, что его внешний вид постепенно вернулся в прошлое, но цвет цветка стал намного темнее. Конечно, Илая не волновала, как это выглядит. Он грубо сорвал цветок кровавого цвета, и серебристо-белые глаза в его глазах загорелись кругами, помогая Илаю разглядеть это явление и внутренние руны внутри. Он просто стоял там неподвижно. Все существа также спокойно смотрели на него, не двигаясь. Это изменение длилось целый день, но изменений по-прежнему не было. В это время Никола прибыл в страну Гросси и тоже был удивлен, поэтому он ждал вместе с остальными. Два дня спустя. Вивика также присоединилась к команде. Десять дней спустя. Десять дней. Вивика пробормотала себе под нос, глядя на статуи подобного Илая. Наш Господь, должно быть, что-то понял. Мы не хотим беспокоить его. Никола с ненавистью посмотрел на Илая, затем на Гидру рядом с ним. Этот дурак действительно перешел в пятый круг до него. Понимание. Вивика посмотрела в глаза Илая, только чтобы обнаружить, что в них, казалось, что-то назревает помимо серебристо-белого света. Это была густая тень и вихрь, который, казалось, пожирал все. Что это? Она моргнула и собиралась что-то сказать, когда поняла, что свет в глазах Илая становится все ярче и ярче, а тело Илая постепенно движется. Я понимаю, я понимаю. Изо рта Илая вырвалось бормотание, и выражение его лица постепенно восстановилось. Был извлечен шарообразный предмет, который был в основном темным, но со следами черного тумана с одной стороны. За кон тени. Неподалеку Феникс моргнул. Он не понимал, почему у Элли был предмет такого высокого уровня. Что он с ним делал? Его рот медленно широко открылся, а глаза постепенно расширились. Кача. Резкий звук зазвенел у всех в ушах. Они тупо уставились на пробел в законе тени, и Илай только что поглотил эту часть тени в свое тело, как будто он вошел в черную дыру. Он пожирает законы. Все вдохнули холодный воздух, наблюдая за этой сценой в оцепенении. Однако они не посмели остановить его. Они могли только наблюдать, как Илай пожирал закон тени по кусочкам. Он остановился только после того, как съел почти половину его. В этот момент перед глазами каждого появилось огромное древо законов. Одна сторона дерева была размыта, но с другой стороны бесчисленные тени пронизывали воздух. Листья тени выросли, как сосны после дождя. В мгновение ока они выросли с пяти-шести листьев до десятков. Затем до сотни в конце концов он вырос до тысячи кусочков. Тысяча листьев. Никола смотрела на эту сцену в оцепенении. Даже если бы он не перешел в пятый круг, он слышал от Илая, что стандартом для уровня в тысячу листьев является одна тысяча листьев закона. Таким образом, на данный момент Илай уже достиг уровня обычного мага пика тысячи листьев. И менее чем за час. Глоток. Он не мог не чувствовать, как дрожит его горло. Он обернулся и увидел, что Феникс был так же потрясен, как и он. Кто этот человек? Феникс пробормотал. В то же время он внезапно почувствовал, что, возможно, немного поторопился с подписанием контракта. Был ли этот человек перед ним действительно человеком? В этот момент Илай тоже постепенно просыпался. Глядя на закон тени сбоку и на свою собственную руку, он был немного смущен. Я просто так продвинулся к вершине царства тысячи листьев, пик тысячи листьев. На земле Гроссиэли протянули руки, выглядя несколько нереально. Даже если он не углублялся в свое восприятие, он все еще мог чувствовать, что с одной стороны огромного древа законов в его теле почти тысячи листьев законов колыхались вместе с морем его духа. С точки зрения численности, он действительно был на пике в царстве тысячи листьев. Однако, Илай поджал губы и посмотрел в другую сторону. По сравнению с пышной тенью с одной стороны, на другой стороне полупрозрачной ветви времени все еще было всего два или три одиноко покачивающихся листа закона времени. Его нечеткий закон действительно соответствовал требованиям для продвижения, но когда он продвинулся тогда, у него было больше одного закона. Кроме закона тени, у него также был закон времени. Значит, я считаюсь половиной пика тысячи листьев. Илай был немного ошеломлен. Однако этого было уже достаточно. В конце концов, прошло всего лишь меньше половины дня. Для него уже было очень нелепо достичь этого уровня. Помимо половины силы законов, существовал также усовершенствованный закон пожирания. Думая об этом, Илай еще раз попытался ощутить свое духовное восприятие. Казалось, что над законами тени движутся бесчисленные тени. Движущиеся тени вращались нерегулярно, испуская всепожирающую ауру, подобную черной дыре. Это было то, что Илай получил от цветка кровавого бамбука. Внутри усовершенствованного цветка кровавого бамбука была особая руна пожирания. В тот момент, когда Илли увидел это, его закон пожирания вступил с этим в контакт, и произошла перемена, которая потрясла Илли. Закон пожирания продвинулся вперед. После своего продвижения, помимо того факта, что его собственные законы стали сильнее, Илай также получил новую способность, которая была пожирающей. Это отличалось от простой пожирающей силы прошлого. На этот раз это была всепожирающая сила, которая могла пожирать законы. Бессознательно Илай проглотил больше половины закона тени, именно поэтому он продвинулся вперед. Какая потеря? Илай опустил голову, чтобы взглянуть на закон тени, и сразу почувствовал, как его сердце обливается кровью. Это был полный свод законов. Пока Илай вздыхал, окружающие существа смотрели друг на друга, не смея беспокоить Илая. В конце Никола не смогла удержаться и прошептала Илайу. Сэр, с вами все в порядке? Илай наконец отреагировал и улыбнулся нескольким из них, объяснив. Ничего особенного. Я только что получил немного информации и случайно погрузился в нее. Господи, ты выглядишь так, словно чего-то добился. Однако они не задавали никаких вопросов. Когда они увидели Илая, они разбежались один за другим. Феникс, в частности, непосредственно трансформировался и полетел к Хеллу, прежде чем остановиться. Илай вернулся в башню и продолжил постигать развитие закона пожирания. Очень скоро Илай обрел более глубокое понимание закона пожирания, а также новое понимание своего собственного состояния. Мое текущее состояние очень похоже на мое второе кольцо. Пока я соблюдаю тот же закон, я могу продвигаться вперед, но где мне найти время? Или я должен сказать закон времени? В башне Илай был погружен в раздумья. Текущая ситуация на континенте была чрезвычайно сложной. Было возможно, что война вспыхнет в одно мгновение. Он должен был сделать все возможное, чтобы стать сильнее. Затем ему пришлось искать закон времени, который можно было поглотить. Однако закон времени был немного более продвинутым, и его было нелегко найти. Илай внезапно о чем-то подумал и направил свое восприятие в море своего сознания. Илай взглянул на море сознания, проходя мимо древа закона. Там стоял белый луч света, который пронзил реальность, сознание и пустоту. Вокруг него также были нити полупрозрачного света, излучающие ауру времени. Это определенно связано с законами времени. Возможно, это даже законы. Илай молча почувствовал это, но быстро отказался от своей нелепой идеи. Что за шутка? Проблема не в том, можно ли его съесть или нет. Если бы Бафф Вечная жизнь исчез с укусом, это было бы большой проблемой. Поэтому он определенно не мог нацелиться на это, поскольку белый столб света нельзя было рассмотреть, что еще там было. Пока Илай размышлял, его глаза снова загорелись. Я думал об этом. Уголки рта Илая постепенно приподнялись. Трещина. Молния фрагмента мира времени упала с неба, вызвав колебания пространства. Обычно молния попадает в землю, а затем интегрируется в уникальную экологическую среду этого фрагмента мира. Однако в этот день произошло небольшое изменение. В углу фрагмента мира времени каждый раз, когда падала молния, в точке приземления быстро появлялась фигура, затем открывала свою теневую пасть и пожирала ее глоток. Снова проглотив молнию, Илай улыбнулся, почувствовав, как в его теле появилась пятая часть листа закона. После его обследования эти молнии действительно содержали определенное количество закона времени. Конечно, закон был очень слаб. Могут потребоваться десятки молний, чтобы собрать несколько листов закона. Но даже так это все равно было намного быстрее, чем он медитировал. Это действительно моя благословенная земля. Илай заглянул в глубины фрагмента мира времени, где молния на временной шкале падала подобно сильному дождю, всколыхнув воздух и эмоции Илая. Десять дней пролетели в мгновение ока. Внутри фрагмента мира времени Илай сидел на краю фрагмента, чувствуя, как более сто листьев закона времени покачиваются с другой стороны дерева. Он удовлетворенно улыбнулся. Согласно текущей эффективности, во внешнем мире это займет не менее трех месяцев. Илай оценил свою эффективность, обрадованный, но не настолько. Он был счастлив, потому что ему было чрезвычайно легко продвигаться. Однако он не был так счастлив, потому что несколько дней назад Мия прислала новости о том, что оставшиеся пять семей Союза Чернокнижников, похоже, переехали. Высшее руководство всего Союза Чернокнижников уже тайно предпринимало действия. Возможно, назревает крупная операция, поэтому Мия напомнила ему быть осторожным. Вздох, какое богатое событиями время. Илай покачал головой. Конечно, он уже сообщил о Лиде эту новость. Альянс родословный уже был мобилизован, и высшие лидеры различных семей также ждали. Но это не имеет ко мне никакого отношения. Мне лучше как можно скорее прорваться к истинной вершине царства тысячи листьев. Илай поджал губы и принял решение. Альянс Чернокнижников был силен, но не настолько. Тысяча листьев уже была пределом. Достижения пика тысячи листьев было достаточно, чтобы справиться с большинством проблем. Более того, сам Илай знал, что он должен быть способен сражаться против двух или трех человек одного уровня. Однако, если бы закон времени также достиг предела, тогда он не боялся бы никакого врага на уровне тысячи листьев. Удачи. В это время Илай тоже отдыхал, поэтому он продолжал углубляться во фрагмент мира времени. Месяц пролетел в мгновение ока. На данный момент количество листьев закона времени в теле Илая уже достигло 400, и он становился все ближе и ближе к вершине царства тысячи листьев. Как только Илай почувствовал, что может успешно достичь пика тысячи листьев, произошло нечто, что заставило Илая временно остановиться. Это было потому, что разразилась война. Когда началась война, в башне волшебников Илай сидел с одной стороны, глядя на Алиду с другой. Да, мой господин. Только этим утром Альянс Чернокнижников начал атаку в северной части западного региона, южного региона и восточного региона. Они мобилизовали более миллиона чернокнижников. В этот момент выражение лица Алиды было очень уродливым, а ее голос немного встревоженным. Это объявление войны. Илай сузил глаза. Это произошло быстрее, чем он ожидал. Казалось, что Альянс Чернокнижников больше не мог сдерживаться. Однако ему еще предстояло достичь вершины царства тысячи листьев. Сейчас было не время сражаться. Чернокнижник пятого круга сделал свой ход? Внезапно спросил Илай. Пока нет. Алида покачала головой и добавила. Однако на этот раз Альянс Чернокнижников в основном нацелен на нашу родину. Чернокнижники из двух других регионов и других регионов, похоже, более склонны сдерживать их. Это видно из развертывания чернокнижников. На данный момент количество чернокнижников, собранных за пределами западного региона, почти больше, чем в трех других регионах вместе взятых. Согласно текущей информации, весьма вероятно, что Альянс Чернокнижников находится под давлением многих сторон. Вероятно, у них не хватит смелости или способностей подчинить все регионы. Их идея должна состоять в том, чтобы сначала устранить нас, лидера, прежде чем строить другие планы. Действительно, Илай кивнул. Это было то, что Алида могла видеть насквозь. Казалось, что, хотя Альянс Чернокнижников начал с ними войну, им не суждено было сосредоточить на них все свое внимание, потому что на севере у них был еще более могущественный противник – Башня Лича. По сравнению с Башней Лича Альянс родословный может быть даже слабее. В конце концов, они не были уничтожены совместной атакой шести семей. Они существовали даже сегодня и занимали Большую площадь Северного региона. Поэтому было весьма вероятно, что они планировали уничтожить Альянс Блодлини как можно быстрее. Чтобы победить Альянс родословный, лучшим способом было победить Башню родословной или убить злодея номер один, вдохновителя Башни родословной и фактического управляющего Гринфилдом Илая. Раз они хотят сражаться, то давайте сражаться. Если это базовая боевая мощь, мы не будем слишком слабы. Я пошлю Николу и Гидру помощь тебе. Илай подумал мгновение и сказал, да. На данный момент у них не было другого выбора. Либо сражайся, либо погибни. Вскоре Алида ушла, а Илай развернулся и снова вошел в тайное царство. Однако на этот раз Илай почувствовал немного большее давление. Таким образом, он глубже проник во фрагмент мира времени и начал поглощать закон времени, чтобы увеличить свою силу. Десять дней спустя произошло нечто важное. Башня Лича на Крайнем Севере сделала ход. Как будто они знали о войне между Альянсом Чернокнижников и Союзом Родословных. Башня Лича, которая десятилетиями хранила молчание, внезапно начало войну. Миллионы Личей пришли в Северный регион. Всего за один день еще четверть Северной территории оказалась под Башней Лича. Альянс Чернокнижников был шокирован. Столкнувшись как с Альянсом Родословной, так и с Башней Лича, они мгновенно почувствовали огромное давление. Фактически, давление на Альянс Родословной было ослаблено на короткий период времени. Согласно расследованию МИЭ, почти все мастера Альянса Чернокнижников пробудились ото сна. Им пришлось столкнуться с этим великим кризисом, который длился вместе тысячи лет. Было сказано, что, хотя среди них не было десяти тысяч цветов, было довольно много тысяч листьев. За короткий промежуток времени большое количество Чернокнижников войдет в Северный регион, чтобы противостоять Личим. И снова Элаю дали короткую передышку. На данный момент в законе времени было 450 листов. Войне было суждено быть жестокой. В мгновение ока с начала войны в Северном регионе прошло более двух месяцев. Каждый день умирало большое количество Чернокнижников. Весь Северный регион был превращен в выжженную землю смерти. Красная кровь окрасила это место в красный цвет. У пяти семей в небесном городе были холодные выражения на лицах. Все, мы совершили ошибку, принимая это решение. Глава семьи пресс нахмурился и беспомощно вздохнул. Я не думаю, что нас можно винить за это. Кто бы мог подумать, что башня Лича внезапно взорвется после стольких лет молчания. К счастью, война между нами и Альянсом родословных еще не началась. Мастер Юнге покачал головой. Патриарх дело медленно поднял голову и нахмурился. На данный момент можно считать, что мы остановили атаку.